Время хоккея Кварцов довольно обширная фанатская диаспора. Прибыла на этот матч не только из Казани, в Москве существует довольно большой фан-клуб команды. И, кстати, даже в клубе, наблюдая за трансляцией матча Акбарса против Минского Динамо на выезде, были удивлены тем, что так много болельщиков добралось до столицы Беларуси. И вот просили передать им пламенный привет и огромный, как это модно сейчас говорит, респект и уважуху за то, что не уставляют команду. Хотя вот в клубе официальные выезды на вот эти встречи не организовывались. Попрот и в Минск, но, тем не менее, болельщиков было довольно много. Команды на данный момент находятся на ходу, особенно это применимо к армейцам. Вслед за ужаснейшей серией, когда в 11 матчах 10 поражений армейцы потерпели. На данный момент они выиграли 4 матча подряд. Все в основное время. И это лучший отрезок ЦСКА в сезоне. Обо всем остальном мы поговорим чуть-чуть позже, пока наш корреспондент Сергей Горбунов возьмет первое предматчевое интервью. Ему слово. Перед игрой ЦСКА Акбарс с нами готов побеседовать служеный тренер России Владимир Анатольевич Плющев. Владимир Анатольевич, что ждете от этой игры? Прежде всего, сегодня, ну, такая достаточно будет интересная, на мой взгляд, игра. Ну, во-первых, хочу посмотреть Акбарс вживую, в первую очередь. Ну, я думаю, игра будет действительно интересной, потому что, в общем-то, наверное, обе команды обеспечили себе плей-офф, мне так кажется, где-то процентов на 80. Ну, а по игре, наверное, будут готовить себя к плей-оффовским играм, поэтому игра должна быть, в общем-то, откровенная, атакующая. В ЦСКА четыре подряд игры выиграл, да, и, наверное, сегодня будет, с психологической точки зрения, не так, скажем, легко им. Не, ну, я думаю, победы они всегда окрыляют, это в первую очередь. И, естественно, каждая команда хочет себя самоутвердить с другим соперником, с более серьезным. Акбарс – это команда, которая всегда ставит перед собой задачу только первое место. Поэтому я думаю, что игра должна быть достаточно интересной. Сегодня вроде как Касутин заявлен у Акбарса. Я не владею, может быть, вы владеете информацией. Если заявлен, то что ждете от его игры? Ну, и руководство клуба его взяли с прицелом на плей-офф. Я не исключаю, что он может сегодня появиться даже в воротах. Валим Васильевич Крикунов его хорошо знает по работе совместной в Нижнекамске. Ну, я не исключаю, что он будет играть. Мне подсказывают, что он не заявлен сегодня на игру, то есть он сегодня не будет. Значит, сегодня играть и будет. Но вообще матч должен быть интересным, да, я думаю. Ну, еще раз, вы понимаете, игра с такими командами, как ЦСКА и Акбарс, это, в общем-то, всегда интересно, потому что армейцы – это история, это традиции. Наверное, хотят возрождать традиции победителей. А Акбарс – это уже новая, как бы, волна команды, которая всегда ставила перед собой большие задачи и стараются их выполнять. Прогноз на игру такой экспресс? Нет, 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 никаких прогнозов. Мы будем смотреть за игрой и будем надеяться, что все-таки игра будет интересной для зрителей. Ну, как сейчас модно говорить, валидольная для тренеров. Не хотел бы этого своим коллегам, но все равно должна быть интересная игра. Спасибо. Спасибо вам. Заслуженный тренер России Владимир Анатольевич Плющев. Спасибо большое Сергею Горбунову за это экспресс-интервью. К сожалению, не было у нас технической возможности услышать, о чем говорит Владимир Анатольевич. Тут маленькая неполадочка у нас образовалась. Но напомню, что в свое время Владимир Плющев тренировал в Казанский Акбарс. А вообще является воспитанием хоккейной школы ЦСКА? Вот так бывает. Так что, в общем, обе команды для него не чужие. Турнирная таблица в дивизионах Боброва и Харламова, соответственно, в которых команды играют. Но все-таки, наверное, более объективную картину дало бы нам положение в конференции, где армейцы на Западе занимают на данный момент седьмую строчку турниров на таблице на два очка, опережая Рижская Динамо. Ну, а Барсы на четвертом месте на Востоке находятся, имея 70 очков в активе. Ну, и в спину им там буквально дышат Салат Юлаев, Авангард, лидер дивизиона другого восточного. Так, 68 очков. Нет, уже 71. Всем активе имеет. Это Амур, который победил, выиграл свой матч вчера. Постепенно, постепенно заполняются трибуны армейского ледового дворца. Хочется верить, что процентов на 85 арена заполнится, поскольку действительно армейцы сейчас показывают довольно симпатичную игру. Опять же, результат наконец-то пришел. Но вот здесь вот так по традиции решили перестраховаться. Снова создали такой буферный сектор между трибуной болельщиков казанской команды и трибуной, на которой сыграются поклонники армейцев. Так что на аншлаг рассчитывать не приходится. Что же, сегодня у казанцев дебютирует еще один новичок, полученный на флажке вот этого периода до заявок. Йозеф Страка сегодня выйдет в первом звене. И таким образом уже два новичка из трех отметились своим появлением в протоколе матчей казанской команды. Исключение составляет лишь следующий собеседник нашего корреспондента Сергея Горбунова, которому мы незамедлительно передаем слово Сергею. Сейчас с нами готов побеседовать Иван Касутин, новобранец казанского Акбарса. Вань, почему сегодня не заявлено на игру? Что-то получилось. Ну, у меня еще не пришла моя форма зеленого цвета, поэтому у меня пока осталась Спартаковская, с эмблемой Спартака. Но я думаю, что в Акбарсе играть с эмблемой Спартака, наверное, не очень хорошо. И пока не могу играть в этой форме. Как адаптировался в новой команде? Как прошла, не знаю, акклиматизация? Как ребята приняли? Все отлично. Больше половины команды я знал, ребята. В сборном месте были и в ЦСКА. С некоторыми ребятами играл до этого. То есть, постоянно пересекались где-то. 90% даже команды знает, только иностранцев никого не знал. Сейчас всем учиться вопросом, все-таки болельщики Спартака. Почему вот так неожиданно произошел этот переход и в последний момент? Я вообще не хотел уходить до самого последнего момента, пока не стал разрыв 14 очков. Я уже сам просто подошел к руководству. Мы побеседовали и договорились, что я на плей-офф уйду. Они отпустили меня. А так, все до этого чисто были слухи. Я сам их опровергал и даже не хотел никуда уходить. Были реальные у нас шансы со Спартаком зацепиться за плей-офф. Чего ждешь от сегодняшней игры? Ну, счет не буду спрашивать. Вообще, ну, у ЦСКА там 4 победы. Акбарс тоже неплохо играет. Конечно же, жду победы от Акбарса, потому что это моя теперь команда. Только на победу рассчитываю. Спасибо. Иван Кашутин, новобранец Казанского Акбарса. И Сергей Грабунов, новобранец корреспондентского корпуса. В телеканале «Россия-2», но имеется в виду среди тех, кто работает в карте, как мы постоянно на основе на матче континентальной хоккейной лиги. В общем, Сергей тот же с дебютом. Александр Иванович Медведев, президент континентальной хоккейной лиги. Сергей Макаров, легенда отечественного хоккея. Наверное, этот титул важнее. Вот и готовится наблюдать за встречей, до начала которой совсем немного времени остается. Чуть больше пяти минут. Алексей Терещенко представляет нам в двух последних матчах три очка на его счету. ЦСКА по традиции обращаем внимание на Сергея Широкова, который на данный момент с виски бомбардиров континентальной хоккейной лиги занимает седьмое место, имея в своем активе 41 балл по системе «Гол плюс пас». 16 шайб на его счету заброшено и 25 голевых передач. Артемий Панарин, один из новичков казанской команды, успел открыть счет своим шайбом за «Акбар» с первой же встречи против «Словацкого льва» Йозеф Страка вот сегодня свой первый матч проведет. В первом звене он сегодня выйдет с Ярко Иманиным и Евгением Скачковым, но привыкли мы уже к тому, что Владимир Крикунов так время от времени меняет порядок выхода звеньев на лед в начале встречи. У него не всегда, скажем так, не доминантно. Звено Капанина появляется на льду. А вот партнер Сергея Макарова по великой тройке Владимир Крутов на ваших экранах. Также на трибунах присутствуют, которые так продолжают, продолжают очень активно заполняться. В общем, будем надеяться, что на центральных секторах к моменту начала матча яблоку негде будет упасть. Это точно. Ну, на центральных секторах, кстати, об аниме-то проданы до начала сезона. Много говорить можно, но то, что они пользуются спросом, эти абонементы, это точно. Ростислав Станя очень здорово играет в последних матчах. Пока не удается ему, к сожалению, на ноль сыграть на протяжении этой удачной серии. Хотя, в общем, все время близок. В четырех последних матчах армейцы не пропускали более одной шайбы. Но вот с игрой на ноль пока не ладится. Ну вот их два иностранца, которых много не критиковали. И как раз мы не критиковали их, а говорили, что они должны играть сильнее. Вот сейчас и Персон, и Сурова в полном порядке. Ну, Сурова-то ждали больше, пока он вообще выздоровеет, оправится от травмы. Да и в начале сезона он все равно не так здорово играл. А Персон, хотя и больной вот там играл в последние игры, но, в принципе, все равно свои очки набирал. И вот сейчас наконец-то поняли, какого он масштаба играл. Да, Персон в прошлом матче отличился в меньшинстве. Он нам сейчас представляет стартовую пятерку казанской команды. С составами мы обязательно познакомимся. Непосредственно изменений. Александр Сергеевич Якушев на ваших экранах. Игрок команды «Легенды хоккея». Президент хоккейного клуба «Легенды хоккея». Президент хоккейного клуба, прошу прощения. Но и игрок тоже, он активно действует. Играющий президент. Вот, как будет правильно. В истории своих взаимоотношений в рамках континентальной хоккейной лиги армейцы отрицательный баланс со своим сегодняшним соперником имеют. Две встречи выиграли в пяти, потерпели поражение. 16-20 разница заброшенных пропущенных шайб. И здесь есть вот какая-то любопытная деталь. Ни разу армейцы не побеждали Акбарск в Москве. Более того, даже до дополнительного времени. Не дотягивали на своем льду. Три поражения в трех матчах. Три разницы шайб в 7-13. Вторая встреча между соперниками. А в этом сезоне первая состоялась в Казани. 18 октября команды встречались. И тогда со счетом 3-2 в серии «Булитов». Оказались сильнее хоккеисты Акбарса. Скачков и Имманин сделали счет 2-0 в пользу команды из Татарстана. И затем Кулемин-Зубов. Две шайбы отыграли. Ну и решающий «Булит» Ярко Имманин также исполнил. Который принес Казанцам 2 очка за победу в серии после матчевых бросков. Ну что же, матч чемпионата континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и казанским Акбарсом объявляется открытым. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Объявляется открытым. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Могучая воля, Великая слава, Твое достояние на все времена. Славься отечественного наше свободное, Братских народов союза вековой. Братками данная, Утрость народная, Славься страна, Мы гордимся тобой. Дамы и господа, Леди и джентльмены, Мальчики и девочки, Время хоккея на нашем канале. Добро пожаловать на матч между ЦСКА и казанским Акбарсом, Двукратным обладателем Кубка Гагарина. Для вас сегодня работают комментаторы Сергей Гимаев. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И Роман Скворцов встречу судят два главных арбитра. Владимир Балушка и Юрий Петери Рен. Словакию и Финляндию представляют эти арбитры континентальной хоккейной лиги. И при упоминании имени финского арбитра Закачал головой Сергей на и джиги Маев. А есть за что? Нет, он хороший арбитр, Но он судит, по-моему, теперь за всех наших арбитр. Просто все матчи, которые комментируют, Рен везде. Сергей Миссюрь и Станислав Рамен. Комментируем линейные арбитры сегодняшней встречи. Судейской бригаде удачи и составы команд. Вы видите на своих экранах у армейцев, Которые находятся на гребне победной волны. Одно изменение Николая Прохоркина. Сегодня в составе нет. Вместо него Никита Кучеров. Попадает в заявку. 7 защитников, 13 нападающих. И посмотрим, как Юлиус Шуплер будет кроить игровое время для своих подопечных. Сегодня та же самая история у хоккеистов Казанского Акбарса. 7 защитников, 13 нападающих. При этом один из них под восьмым номером Денис Голубев очень часто появляется на льду в те отрезки, когда его команда играет в меньшинстве. Что любопытно. Итак, стартовые пятерки команд на площадке. Ну и видим мы, что все-таки звено Капанина. Пачи Чайни начинает эту встречу у Казанцев. 39 номер Нико Капанин. Центральный нападающий по краям. 25-й Денис Зарипов. 95-й Алексей Морозов. И первая пара защиты. 5 номер Илья Никулин. 22-й Константин Корнеев. Долгое время игравший за ЦСКА. Ну и в воротах Петри Веханин, у которого было небольшое повреждение. Заработал он сотрясение мозга. Был заменен по ходу одного из недавних матчей. Но вот несерьезным оно оказалось. Есть какие-то, конечно, неудобства небольшие. Но, тем не менее, не мешает это Петри Веханину играть. И показывать великолепную, надежную игру. Вполне сопоставимую с теми образцами, которые он демонстрировал в матчах на вылет. У армейцев встречу начала тройка Николаса Персона. Шведский центральный нападающий под 23-м номером. По краям у него 43-й Томаш Суровый. И 52-й Сергей Широков. Главный бомбардир армейской команды. Первая пара защиты. Михаил Пашнин, третий номер. 76-й Александр Гуськов. И галкипер. ЦСКА Ростислав Станя. Столь удачно действующий в последних матчах. И, конечно же, надеются армейцы, что продолжат он в том же духе. Подготовка к плей-оффу, по существу, началась. Нет, наверное, каких-то резонов опасаться армейцам, что сумеет достать их кто-то из воспрявшим духом аутсайдеров западной конференции. Ну и пока продолжается эта удачная серия, голова не болит. Правда, сегодня рижане выиграли свой матч в Челябинске. В основное время у трактора со счетом 3-2. И пока, вот по состоянию на данную секунду, отодвинули армейцев на восьмую строчку в турнирной таблице западной конференции. Пойдем дальше. По составам играющих сегодня команд. Вторым на льду у казанцев появилось звено Яркого Иманина. 26-й номер, центральный нападающий. По краям 72-й Евгений Скачков и 56-й Йозеф Страка, у которого сегодня дебют Олег Петров. Воспитанник армейского хоккея открывает счет в сегодняшней встрече. Потеряли его перед воротами. Четкая передача и без помех с близкого расстояния над щитком стане Олег Петров к шайбу. Ворота переправляет. Так, на исходе второй минуты встречи открыт счет в нашем сегодняшнем матче. У меня такое впечатление, что вот по первым минутам уже три момента, да, не столь явные были у Акбарца. Но такое впечатление, что ЦСКА свою мини-задачу выполнил, четыре победы подряд. И сегодня вышли, вот он уже просто в проходной двор был. Вот как он один там оказывает? Что они там делают в обороне опять? Ну, может быть, на повторе из-за ворота станет понятно. Не отработал просто игрок с Петровым, который ускорился здесь по центральной оси. И оказался один-одинешник перед воротами. Здесь все звено казанской команды поучаствовало в этой комбинации. Ну и... Ну что, и если вот мы опять сколько будем говорить, вот четвертое звено ЦСКА выходит. Опытные игроки опять получаем сразу. Ну, наверное, бесполезно на этот счет говорить. Не знаю, какая у Шутлера там своя супер идея поддержать вот этих бойцов наших. Ну, уже там минус 14, минус 12 у людей. Куда так? Они играют все равно. Что бы мне не говорили, я не понимаю, для чего таких игроков держать, которые только в минус играют. Да, сегодня одели Кучерова, я не знаю, выйдет он на поле или нет. Но, тем не менее, армейские болельщики сразу после пропущенной шайбы стали скандировать верим в команду. И сейчас завели песню в поддержку любимого коллектива. В общем, будем считать, что первый блинком армейцев получился в сегодняшнем матче. Опять же, вспомним здесь историю неблагоприятных взаимоотношений с казанцами именно на своей площадке в рамках континентальной хоккейной лиги. Ну, и продолжим познакомиться с составами, играющих сегодня команд. Второе звено я Акбарса представил. Вторая пара защитников. Седьмой номер Степан Захарчук, 82-й Евгений Медведев. В третьем звене, которая успела отличиться у гостей, Алексей Терещенко. 27-й номер, центральный нападающий по краям Олег Петров, автор заброшенной шайбы, и Артемий Панарин. Вот как раз все нападающие этого звена в голевой атаке поучаствовали. Пара защитников. 75-й номер, Григорий Панин, 28-й Денис Куляш, который в последних матчах участия не принимал. Вернулся в строй после травмы. В четвертом звене у казанцев Константин Главович. 85-й, 11-й Евгений Бодров, центральный нападающий, 90-й Кирилл Петров. 7-й защитник Василий Токранов, который в двух последних матчах заявки был, но на лед не выходил. Бросок поворотом с внешней стороны шайба попадает в сетку, скакивают там зрители за воротами, но преждевременно. И 13-й нападающий Денис Голубев, который пока на льду не появлялся, но вот проверим эту теорию. Останутся казаться в меньшинстве, не исключено, что и появится он на льду практически сразу. А пока снова страка, а выскакивает перешедший из Череповецкой Северстали. Ну вот можно сказать по Панарину, что вот это игрок 91-го года, вот Голубев 91-го и Панарин. И теперь Аквар сможет на игру заявлять целиком 8, ну 4 пятерки. И там допустим 8 защитников, и в четвертом звене образом могут и Панарин, и Голубев. Хотя я думаю, что Панарин сейчас уже по уровню достаточно высокого уровня игрок, молодой, но действительно очень талантливый парень. И поэтому его приобретение или приглашение как угодно можно назвать Акварцем, это огромный плюс. То же самое можно сказать и про Тарасенко для СКА. С его приходом уже как минимум седьмой опытный игрок может одеваться. Поэтому это вот именно борьба за этих двух игроков особенно была принципиальной именно в этом плане. Допустим вот та же Уфа хотела, Тарасенко приглашала, насколько я знаю, но не смогли его заполучить. Но для них также важно было игрока хорошего 91-го года иметь в своем составе, чтобы играть 4-5. Я составил ЦСКА. Первую пятерку мы вам представляли. Во второй тройке нападения. 19 номер Алексей Яшин, 55-й Алексей Будюков. Двукратно обладает выкупка Гагарина в составе Казарского Акварца. Под 29-м Никита Филатов и вторая пара защитников. 21-й Петер Числава и 77-й Евгений Рясинский. Атака. Армейцев Паршин смещается в центре и бросает. Еле-еле с большим трудом Веханин так от этой шайбы отмахнулся. На неудобной высоте она полетела. И там чуть ли не в шлем даже, в уголке перов. Угодила. А именно неудобно летел там. Ловушка не поймать, а надо прикрывать ворота. Вот пришлось его корпус ставить. Очень неприятный бросок. Это вот как раз третье армейское звено было в атаке. Сергей Барбашов, 22-й номер. 38-й Илья Зубов, центральный нападающий. И Денис Паршин по 22-м номерам, который вот сейчас реальную угрозу нес воротам гостей. Илья Зубов, центральный нападающий от этого звена, вторым по результативности игроком армейской команды является 21 балл. У него по системе гол плюс бас, но Сергей Широмков в этом аспекте очень серьезный. Он выступает почти в два раза. Третья пара защитников. 75-й номер... нет, 4-й номер. Андрей Сергеев и 59-й Вячеслав Буравчиков, тоже в свое время выступавший в составе казанской команды. И в четвертом звене 16-й Сергей Андронов, 46-й Юрий Буцаев, центральный нападающий, 7-й Николай Пронин. Евгений Курбатов, 7-й защитник. И Никита Кучеров, 86-й номер, 13-й нападающий. Реклама на нашем канале. Реклама на нашем канале. В центре кадра автор первой заброшенной шайбы. В сегодняшнем матче его партнеры по звену, ловко ему ассистировавшие в этой атаке сходу. Олег Петров, 20-й матч сегодняшний в этой регулярке проводит. Четвертая заброшенная шайба. На его счету столько молодости пережил этот хоккей, что о нем уже в пору говорить, как о вечно молодом. Вот прямо вот показывает их, вот сидит Панарин справа, Петров и Терещенко. Три поколения хоккеистов по счету. Сыновья годится, на 20 лет старше. Олег Петров, Панарин. 1171 год, другой 91. А они играют в одном звене и дополняют друг друга. Ну и молодец Панарин в третьем матче за Акбарс. Набирает он уже второй балл за результативность. 1 плюс 1, давая понять, что действительно... Не, в первой игре 1 плюс 1 было сразу. А, даже 1 плюс 1 тогда. Тем более по гроссмейстерскому графику очко за матч идет он, совершив такой качественный скачок по карьерной лестнице. Из клуба аутсайдера в клуб претендент на кубок Гагарина. Это очень серьезно. Ну что же, армейцы пропустив не рассыпались, что приятно видеть. Более того, так уже пару раз Веханина как минимум заставили хоккеиста ЦСКА вступить в игру. И так потихонечку-потихонечку перехватывают хоккеисты ЦСКА инициативу. Нечто похожее, но правда так пролонгировано на расстоянии всего матча. Мы наблюдали с Мински, где казанцы очень здорово провели первый период. Но затем во втором и третьем столкнулись с серьезными проблемами во встрече с одним из лидеров западной конференции. Пропустили шайбу. В общем, уместно было сказать о том, что легко отделались, доехав до серии буллитов. И там все-таки вырвав победу индивидуальное мастерство Морозова и Имманина. Склонило чашу весов. Ну, можно сказать, что действительно, минчане в этом сезоне показывают абсолютно подходящий хоккей. И любая команда, любая абсолютно, которая едет в Минск, она не может там смело рассчитывать на очки. Если что-то там заберет, это здорово. Потому что действительно по уровню игры, главное, Минск в полном порядке. И вот я не случайно считаю, что я лично, что на западе минчане, это очень неприятный бой соперник для любой команды. Тем более, если они сумеют выиграть свой дивизион, то это будет очень напряженно. Вот 15-тысячная Минская арена. Это серьезный козырь. Конечно. Собственно, в прошлом году мы уже имели возможность в этом убедиться. А тогда, а вот нынешняя минская команда не считает прошлогодней. Но посмотрим, посмотрим. В принципе, в первую четверку, а значит и преимущество своего поля, хотя бы в первом раунде плей-офф, минчане должны попадать по той игре, которую они показывали в этой регулярке с трака. Вот первым броском по створ чужих ворот отмечается в форме казанской команды. Станя вступает в игру и вбрасывание будет у ворот армейцев. Здесь как раз два экс-череповчанина сошлись в этом игровом эпизоде. И с трака, и Станя в прошлом сезоне как раз цвета. Северстали, защищали, потеряли на пятаке. И Манина, и задержка соперника. Клюшка упущена, зафиксирована. Пашни просто напрягает уже всю команду, потому что каждый первый период, каждого матча, это две минуты. А то и больше. Да, свалил он сейчас на финском форварде казанской команды и проследовал на скамейку штрафников на две минуты. В большинстве у казанцев, в общем, неплохо. Дела обстоят. Под 20% реализации большинства, 39 заброшенных шайб, это юбилейное 210-е большинство для казанской команды. Радоваться бы им, да, с другой стороны, дело-то вот в чем. ЦСКА одна из лучших команд пентинентальной хоккейной лиги по игре в меньшинстве. У них одинаковый процент с московским «Динамо», одинаково высокий. А если бы забыть еще про матч в Хабаровске? А если бы забыть про матч в Хабаровске, где они получили пять шайб, по-моему, да, в меньшинстве из восьми. То тогда да. 22 шайбы. Армейцы пропустили. 193 раза играли они в меньшинстве до сегодняшнего дня. Ну и «Динамовцы» стоят выше такой сводной таблицы, лишь благодаря тому, что больше попыток было у их соперников отличиться. А так, опять же, повторяюсь, оставляя за скобками ту неудачную встречу в Хабаровске, да, можно сказать, что армейцы самая надежная команда континентальной хоккейной лиги по игре в меньшинстве, что она сейчас и продемонстрировала, не позволив звену Имманина, заработавшего это удаление, ни разу бросить по воротам Ростислава Станин. Правда, сейчас первая пятерка Акбарса появляется на льду. Капанин с Зариповым и Морозовым при поддержке первой пары защитников Корнеева и Никулина. Сергеев перехватывает пущенную вдоль борта по воздуху шайбу и спокойненько так выводит ее из зоны. Ну, мог бы и отдать точнее, потому что и Филатов, и особенно Персон убегали, причем и показывали, и были открыты, и не похожи на Сергеева, потому что у этого парня все в порядке с первым пасом, и он поле-то замечательно видит. 27 секунд остается у казанцев на игру в большинстве, вот только сейчас. Передовой отряд расположился в зоне, приступил к розыгрышу комбинации Капанин и Зарипов. Занимают позицию перед воротами Станя. Так выглядывает из-за своих защитников, даже не вставая в стойку, и смотрите-ка, бросок Станя реагирует, был шанс на добивание, но успел опуститься на щитки. Галкипер ЦСКА, и шайбу забрал, в конце концов, 4 секунды до выхода на лед Михаила Пушнина, он уже на ногах рвется в бой. Вообще Акбарс усиленно пытается найти снайперов, которые будут забивать, потому что сколько мы говорим, и сколько они стараются, в принципе, руководители Акбарса, менеджеры, чтобы вот еще одна тройка вот забивала. И прошлый год это не получилось, и начало этого сезона вообще казалось для Акбарса удачным, когда там и со стороны даже Киркунова подвергались критике Морозов и Зарипов, что вот сейчас, опять же, момент, то есть сейчас вот и Страку пригласили, и Скачков выздоровел, и Имани начал забивать, но все равно вот они сами вот, ну, в Казани говорят, ну, никак-никак не найдем второе звено бомбардиров, хотя, опять же, допустим, при Велидинове ясно, что были абсолютные лидеры, и вот второе звено иностранцев, в основном финны там, они там, ну, как бы атакующее звено было, а и два звена сдерживающих. При Киркунове старается, чтобы все равномерно играли, равномерно забивали, но пока никак не получается. Как только в свою силу заиграли Морозов и Зарипов, они прямо уходят от остальных игроков команды по результативности. Еще, кстати, одно удаление будет у армейцев. Веханин покинул пределы площадки, освобождая место для шестого полевого игрока, доходит шайба до армейских ворот, и бросок следует, правда, в сторону от ворот шайбы летит, но продолжают казанцы пытаться использовать отложенный штраф, и еще один бросок Станя вступает в игру, и после рекламы казанцы во второй раз будут использовать численные преимущества. Алексей Кудюков, удален для ЦСКА. 7 минут 58 секунд до конца первого периода матча между ЦСКА и Акбарсом. 1-0. Казанцы впереди, сейчас во второй раз в этом матче будут потенциальные использовать численные преимущества. За задержку соперника руками Алексей Кудюков удален на 2 минуты, задерживал Алексей Терещенко, с которым пересекался наверняка в составе казанской команды. Показывает Владимир Васильевич Крикунова, что он вообще очень так активно ведет себя на скамейке, и вот это мне очень нравится его общение, особенно со своими помощниками, когда это обсуждение идет, как бы творческий процесс постоянно. Вот как раз Терещенко покинул поле, видимо, в тот момент, когда он боролся с Бадюком, и по лицу ему досталось. Снова первая пятерка казанцев на реализацию большинства выходит. Паршин, Зубов, Сергеев и Буравчиков держат оборону у армейцев. В составе казанцев есть два больших специалиста по ЦСКА. Первый из них это Имманин, который отличался в трех матчах из семи сыгранных командами до сегодняшнего дня в рамках Министеральной хоккейной лиги, но по одной шайбе он забрасывал. Также в трех отличался Денис Зарипов, но он два раза отмечался дублями. Вот посмотрите, как вот это звено Акбарса играет. Я очень много матчей за последнее время смотрел, и так, и вживую, и по телевизору, и комментировал, но почти нет звеньев, которые вот так мобильны были. Вот все пять игроков практически двигаются. У Акбарса обычно вот, ну смотришь, любую нашу другую команду, это там два защитника встали на синей линии, два на бортах, один там на пятачке пытается мешать, и вот так вот по периметру шайба отправляется, и все. А игроки сами стоят, посмотрите, как двигается пятерка Акбарса. Не случайно вот они имеют такую же стативность все последние годы. Огромное отличие от тех, ну, ребят, которые наигрывают в большинстве подобляющих клубов. Ну вот сейчас заигрались несколько казанцев, там Никулин увлекся творческим процессом, сначала шайбу у партнера отобрал, и затем неточная передача, выскочила шайбу в среднюю зону, вернул ее туда Корнеев, арбитра нарушений зафиксировали. Ну вот и второй специалист по ЦСКА, как раз ведущий Данис Зарипов, отправился отдыхать, и вот сейчас Ярко Имманин со своими партнерами, по Наринам, нет, с тракой и бросок по воротам Имманин пытался подправить, а со стракой и скачкову Имманин на льду, и Денис Куляш с Григорием Паниным на синей линии. Ну вот сейчас скачков уже как бы выздоровел, полностью восстановился, но все равно никак он не выйдет на уровень вот тот снайперский, какой у него был в тракторе, когда там просто абсолютный лидер был. Бросок Кулеша ломает клюшку Николасу Персону, и по существу втроем сейчас защищаются армейцы. Не успел Персон поменять клюшку, здесь страка выводили его на бросок, но не ждал вот этой передачи. И браво Персон! Блокирует он бросок Кулеша, даже без клюшки, навязывает борьбу у борта, и в этот момент ему как раз бросают клюшку со скамейки запасных, здорово! И опять у страки бросок не получается! Смотрите, два момента у него было по ходу вот этой смены, и оба раза как-то вдавливал он клюшку в лед, и не получался у него бросок. Вот мы и говорили про Персона, на то, что он на свой уровень выходит, а вот даже вспомним эти ужасные матчи с СК Новокузнецкой и Хабаровской. Да он единственный, который вот ложился под шайбу, убивался при любом счете. Почему вот остальные там, эти молодые армейцы, про которые мы говорим, очень талантливые, перспективные, им не надо? Пока вот 0-8 не было, когда вопрос очень жесткий тут, встал в ЦСКА по всем там позициям, и по игровым, и по тренерским, пока тогда не поняли, что и замена трейера может произойти, и ребята там все сделали, чтобы как бы, ну, Шуплер даже не может работать, и вот сейчас четыре победы эти. А, собственно, не после 0-8 и началась эта серия. Ну, в том-то и дело, а ведь ситуация была крайне напряженная, потому что ни один там владелец клуба не будет доволен таким поражением в Хабаровске. Рекордным, антирекордным для ЦСКА в квинтинальной хоккейной лиге. Но при этом, опять же, мы с вами частенько в репортажах разговариваем о Николасе Персоне, вы так его журите за неважную... Я редко журю. Нет, вы его журите за неважную результативность. Да, что мало забивает. Да, и вот я постоянно вам оппонирую в том плане, что все-таки видится мне Николас Персон, все-таки в первую очередь таким великолепным игроком оборонительного плана. Почему сборной Швеции-то забивает? В прошлом году на Московской бюджетной международной турнире он лучшему партинку. Почему? Я это имел в виду. Радовался, что попал в столицу нашей родины, красавицу Москву. Регулярно выходит он играть в меньшинстве армейцев, ну и, собственно, вот по ходу этого второго розыгрыша казанского лишнего все увидели Персона во всей красе, даже без клюшки. Хотя частенько, вот действительно, даже я обмолвился, что втроем армейцы защищаются, но вот Персон играл так, что нельзя было так говорить. Бросок Кулеша заблокировал, что требует отдельно большого мужества и смелости обычной человеческой. Ну и дальше был вот этот момент у бортика, когда против Кулеша того же сел и прием он проводил. В этот момент еще клюшку успел со скамейки запасных выхватить. Вот это я понимаю. Операция «Быстрые руки». Очередная казанская атака, передача или бросок. Это был сложно сказать. Похоже, так Кирилл Петров сам до конца не определился. То ли самому за счет партнера ему станю врасплох застать, то ли все-таки постараться вложить шайбу в крюк клюшки Евгения Бодрова, который в выгодной позиции на пятачке ворот находился. В итоге, как показалось, опять же получилось не то, не сё. Да, серьезное преимущество Акбарса по игре. И они момент, вот опять пас за спину, и едва не дошла шайба докапанной. Ну вот два этих удаления несколько сломали игру кистом ЦСКА, которые после пропущенной шайбы вроде бы перехватывали инициативу, вроде бы так завладели преимуществом. Однако вот 4 минутки в меньшинстве, и Морозов один на один, бросок. И, похоже, облизывает там шайбы перекладину армейских ворот, но отбился Станя, и контратака Паршин. Это уходит в сторону, уже с острого угла получился этот бросок. Здорово действовал Панин, заставил как раз уйти в край Паршина. И вот по этим моментам... Паршин на второй круг заходит, и на этот раз Панин с нарушением правил его останавливает. Просто я хочу сказать, что, видимо, все равно там очень много нападающих ЦСКА думают о том, о личной статистике. И вот эти все моменты, это же недоработка именно нападения армейцам в обороне. Надо же назад бегать, надо же пахать, а это тут вот чисто, посмотрите, какой красавец. Раз за разом числяем преимущество у Акбарца, причем с раската, не то, что там контратака была бы. Григорий Парин за задержку соперника руками отправляется на две минуты. Армейцы впервые в этом матче получают численное преимущество. Акбарс тоже не лыком шит при игре в меньшинстве. 23 шайбы пропущены. Это, кстати, юбилейное 200-е удаление у казанцев в этом чемпионате. Ну, вернее так, меньшинство, бывают же и обоюдные штрафы. Ну и ЦСКА среди середнячков лиги по игре в большинстве. Там какой-то надзатый показатель. 33 заброшенные шайбы, 209 попыток. Процент, ну, больше 15. Что очень азартно. Армейцы атакуют Сергеев и Кузьков, пара защитников. И Суром уже сейчас вот уже так форму набирает постепенно и Персин, а Широк вообще играет весь сезон. К нему вообще нет претензий именно, ну, вообще по отношению к делу. Настоящий лидер команды. Ну да, вот так сказали, что заботятся о личной статистике. В общем, тут хвастаться, кроме Широкова, некому. Ближайший преследователь на 20 очков отстает. Борис Петрович Михайлов. Еще одна легенда отечественного хоккея. Самый результативный игрок в истории союзных перензий. И вообще национальных перензий. Да, отечественных хоккей. Выиграли армейцы вбрасывание в своей зоне. Там немножко не повезло Стане. Зацепил он шайбу, пущенную игроком казанской команды. Ударилась она в заградительную сеть. Поэтому вот вбрасывание в своей зоне армейцам пришлось выигрывать. Но еще минуты и пять секунд. Есть у них распоряжение. Паршин за счет индивидуальных усилий заводит шайбу в зону. Зубов в углу площадки разбирается и позволяет соперникам партнерам расположиться в зоне. Будюков переводит шайбу за ворота. Там Паршин в офисе Грецкий. Покрутился, не понравилось. Рясинский подставлена клюшка, но в сторону от ворот шайбы летит. И подбор здесь за казанцами остается. А очень хороший такой бросок скрытой передачи была практически от Рясинского. Прямо в направлении клюшки зубов. Кирилл Петров, смотрите-ка, вцепился в шайбу. Поборолся с двумя соперниками за нее в чужой зоне. Двинулся в обратном направлении. Сыграл через дом. И сколько вот он времени украл? Огромное количество. Более того, атака выросла у казанцев. 13 секунд до выхода Панина. А Капанин тут чужим воротом угрожает. Ну и так Ранов, смотрите-ка, на льду появился вместе с голубевым. Как раз впервые в этом матче. Вот два этих хоккеистов появились на площадке в тот момент, когда их команда играет в меньшинстве. В полном составе играют Барсы. Таня не без труда справляется с этой шайбой. А Василий Токранов, ой-ой-ой. Но вот это хуже не придумаешь для молодого защитника. Вот в первой же своей смене хватает удаления. Ну, Токранов, хоть он и молодой, но он достаточно опытный. Он уже несколько сезонов за Барса играет. Конечно, ему неприятно. Но вот так хотел подбить клюшку Гуськова. Получил зацеп. Ну, схожее удаление было, кстати, и у Пашнина. Примерно такое же. Ну, вообще, Крикунову нравится Голубев, как играет его. Но хочешь по максимуму использовать. Опять же, мы уже сказали, игрок 91-го года. И он может дополнительной заявкой 19-м, 20-м быть. Это вот плюс как раз Голубева. Ну, пожелаем удачи молодому игроку. Посмотрим, насколько он будет использоваться в плей-оффе. Токранова был момент по ходу вот этой удачной декабрьской серии Барсов, когда они 6 побед подряд одержали. Когда получал достаточное количество игрового времени. И опять же, по свидетельству людей, знакомых с ним, ходил он цветущий. От того, что действительно стали ему доверять, поскольку действительно очень хочет играть. И именно за Акбарс, поскольку предложение есть у него о переходе. Но вот пока не получается. Тем не менее, удачи хочется пожелать Василию Сократову. Мы уже сколько можем говорить, что чтобы ты там, у тебя какие условия не были хорошие в клубе. Если ты не играешь, никакой радости у тебя нет. Все решает твое игровое время и то, как ты играешь. Сыграл здорово, счастливо после игры. Играл плохо, и с тобой разговаривать даже не хочется, потому что ты весь убитый и переживаешь. В общем, все не так и все не то, не только когда твоя девушка больна, но и когда нет у тебя места стабильного в составе. Закончился первый период матча между ЦСКА и Акбарсом. 1-0. Казанцы впереди, благодаря быстрой шайбе, заброшенной ими уже на второй минуте. Отличился Олег Петров, отличился в четвертый раз в этом сезоне. И наш корреспондент Сергей Горбунов как раз, автор заброшенной шайбы, уже рад приветствовать в своей импровизированной ледовой студии. Там Олег Петров, судя по тому, как он наблюдает за процессом, поможет сейчас микрофонному оператору установить связь. Она установлена. Олег Петров, когда дает интервью, это вообще вот послушаешь и не надо тренера больше слушать, что он скакшпирирует. Итак, Сергей Горбунов, вам слово. Рядом с вами Олег Петров, автор гола. Олег, как так получилось? Ну, была хорошая передача. Алексей Терешенко подобрал шайбу, отдал точный пас Панарину. И я побежал на ворота, он мне дал точный пас клюшку, я все лишь попытался подставить, и он залетел в ворота. Складывается впечатление, что вы в два раза, наверное, старше Панарина, но двигаетесь в два раза быстрее его. Это может только так кажется. В принципе, он очень быстрый игрок, хороший. Я все лишь пытаюсь за ними успеть. Что с Терешенко? Терешенко чуть разбили ему. Я думаю, что будет все нормально. Там пару швов. Я думаю, сейчас он выйдет играть. Прогноз на второй период. ЦСКА сейчас показалось, что немного сконфужно действовало. В первом периоде, наверное, сейчас ЦСКА пойдет вперед. В принципе, нам повезло, что мы забили первый гол. Но, в принципе, игра равна. ЦСКА довольно-таки хорошо атакует. И мы много удаляемся. В принципе, эти ненужные удаления могут нам прийти к плохому результату. То есть, надо собраться на второй период. Спасибо. Олег Петров. Красавец, Олег Петров. Да, снова великолепные, исчерпывающие ответы на вопросы. Знаете, вот у Олега тоже хочется спрашивать, как устроена вселенная. И... Не только образ головы. Да, не только образ головы. Но вот есть наш ответ в континентальной хоккейной лиге. Думаю, с Олегом Петровым мы об этом поговорим. Тоже очень интересно. Яркая красочная реклама на канале Россия 2. Далее, после чего мы продолжим. Оставайтесь с нами. Пять минут остается до начала второго периода матча между ЦСКА и Акбарсом. 1-0 гости впереди. Статистика первого игрового отрезка на ваших экранах. Гости имели преимущество. В том числе и за счет того, что интереснее и разнообразнее. Они играли в большинстве. Да и времени у них было чуть-чуть больше. По два удаления у тех и у других. Но Василий Токранов только начал отбывать свой двухминутный штраф. По вбрасываниям приблизительное равенство у нас. Ну и, в общем, наверное, вот и все, что можно сказать о первом периоде языком цифр. На льду у нас сейчас по хорошей традиции заведенной в Ледовом дворце спорта ЦСКА выступает юная фигуристка, воспитанница армейской школы фигурного катания, которая, как и хоккейная, впереди планеты всей. Нет, одна из лучших школ, точно, и сейчас условия у них неплохие. И вот одна из проблем, которая стоит у руководства, в том числе и хоккейного клуба, и владельцев, если этот дворец будут ломать, где будут тренироваться фигуристы-минфисты, вот это главный вопрос, потому что, ну, в принципе, проблема-то решаемая. Но сейчас вопрос в том, где будет площадка для строительства суперсовременного тренировочного комплекса. Вот так был открыт счет в этой встрече. Третье звено Казанца в полном составе отличилось. Алексей Терещенко начал эту комбинацию, продолжил хорошей прицельной передачей Артемий Панарин. И Олег Петров с близкого расстояния пробил Ростислава Станю. 1-0. Этот счет сохранился на табло до конца первого периода. Что о нем можно сказать? Сергей Наилич, кратко, с точки зрения аналитика. Начало полностью за Акпарсом. И да, там действительно два удаления у армейцев было. От этого еще преимущество. Но самое главное, что очень легко они создавали моменты возле ворот ЦСКА. И вот эта шайба заброшена. Просто буквально провал, можно сказать, в обороне. Потом были удаления у Акпарса. И ЦСКА выровнял игру. И уже так моменты небольшие были. Вот как, например, сейчас у Паршина. И очень неудобно бросал. Но Вехани плечом умел отразить этот бросок. Но в честь армейцев надо сказать, что больше все-таки они своего голкипера на произвол судьбы старались не бросать. Так почетче играли перед своими воротами. Ну и действительно, отдавая должное хоккеистам ЦСКА, после пробочной шайбы был отрезок, когда они действительно перехватили инициативу и заставили Веханина потрудиться серьезно. Но вот игру обеднил. Армейцам испортили эти два удаления, практически друг за другом последовавшие. Во время... Одной из смен в меньшинстве блестяще совершенно сыграл Никлас Персон, у которого сломалась клюшка. Который он подставлял под бросок Дениса Кулеша. Что не помешало ему через несколько десятков секунд снова заблокировать бросок Дениса, поймать его на себя и затем применить целый прием. Вот еще был момент, но здесь Морозову Станю переиграть не удалось. А давайте сейчас с этой камеры будет хорошо видно. Он здесь мимо Стани бросил. И не по палочке. Даже штангу задела шайба. А так у Морозова уже великолепный костевой бросок, очень резкий. И сложно, сложно, конечно, вот такие броски отражать. Готовятся армейцы появиться на льду. Есть у нас еще немножко времени, чтобы рассказать вам о результатах сегодняшнего игрового дня. Автомобилист проиграл на своей площадке Питерском УСКА 1-5. Сумели армейцы с берегов Невы прервать свою неудачную серию. Из трех поражений. Из трех поражений. Далее Борис. Ну, ни для кого не секрет, что в Астане не сладко приходится любому сопернику. Но, тем не менее, такие счета иногда удивление вызывают. Так вот, Борис разбил Атлант, победив со счетом 6-1. Ого! Говорим мы с Сергеем Наиличем. Да нет, Борис как раз, вот если еще посмотреть, какие игры остались у Астаны, так они главные претенденты на победу в дивизионе. И вторую строчку. Да, в том-то и дело, что по очкам-то они уже в порядке полном. А именно у них команды, с которыми там можно играть и можно выигрывать. А вот, допустим, у той же Уфы или Акбарса, у них все игры будут стыковые почти. У Бориса есть игры, где можно очки забрать. Ну, в общем, борьба. В дивизионе Чернышова предстоит бой нешуточный. Там 4 команды бьют за первое место. А разница есть. Ну и еще одна из неожиданностей сегодняшнего игрового дня. Рижская «Динамо» на выезде в основное время победила Челябинский трактор. 3-2. В 20 часов по Москве началась встреча в Минске между тамошним «Динамо» и Салаватом Юлаевым. Минчане уже успели открыть счет. 1-0 и встреча между Попровским «Львом» и Нижнекамским «Нефтехимиком» начнется в 22 часа по московскому времени. То есть в том момент, когда наша встреча уже завершится. 1-0. Казанский «Акбарс» впереди после первого периода еще минуту и 39 секунд проведет на скамейке штрафников Василий Токранов, разработавший свое удаление в первой же смене сегодняшнего матча. Минимально преимущество казанцев и, наверное, не было бы поводов для расстройства никаких у армейцев, если бы не одно обстоятельство. Сейчас у нас пауза небольшая, там приводит лед в порядок. Так вот, дело в том, что значение первой заброшенной шайбы... Оу, Анастасия Мыскина! Давняя поклонница хоккей. Да, так вот, если бы не одно «но», первая шайба в матчах с участием ЦСКА и «Акбарса» имеет очень серьезное значение. Судите сами, 19 раз до сегодняшнего дня казанцы открывали счет и одержали после этого 16 побед, лишь дважды проиграв в основное время. Что касается армейцев, то они пропускали первыми... Алло, Анастасия на проводе. Прекрасное настроение передает она привет всем своим поклонникам, которые помнят ее как великолепную теннисию. А как же открытое первенство в Австралии по теннису? Там Елена Дементьева. Они решили разделить фронт и работу. Не, ну просто Настя, мама. Настя на хоккее. Мама, мама. И сейчас никак не будет дедишек оставить. Конечно. Так вот, армейцы 19 раз напротив пропускали первыми. И что было после этого? После этого было 17 поражений, лишь два матча армейцам удалось выиграть. У «Спартака» и у «Рижского» и «Динамо». Плохая статистика для ЦСКА. Но зато выигрыш у «Динамо» был совсем недавно. А «Динамо» вон что творит. Трактор в Челябинске обыгрывает. Это ого-го. Сейчас нет практически проходных матчей. Телеканал «Россия-2» продолжает свой рассказ о матче континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и казанским «Агмарсом». 1-0. Гости впереди, но сейчас играют они в меньшинстве. Голубев и Капанин на льду у казанцев. Пара защитников Никулин Корнеев и тройка Никласа Персона, который с шайбой в счет индивидуальных действий проникает в зону. Суровый и Широков, его партнеры и Сергеев с Гуськовым на синей линии. Великолепно действовал сейчас Корнеев. Практически он один играл против двух опыточных нападающих ЦСКА и все равно вынудил ошибиться. И в результате Ахпарс вышел из зоны. Мы видим, что Шуклер использует в большинстве связку Гуськов-Сергеев. Сергей, во-первых, праворукий защитник. Это большой плюс и вообще огромный дефицит для нашего хоккея. Нормальный защитник, хороший защитник, праворукий. И плюс очень он грамотно играет. И так в меньшинстве играет там чаще Пашнина, а в меньшинстве вот Сергеев. В общем, в этом плане работают. Но при этом почему-то праворукий Сергеев играет слева, а леворукий Гуськов справа. Так, вот просто в ходу. Ух ты! Шайба в воротах тем временем. Это кто у нас там? Похож на Пудюкова. От лицевого борта шайба отлетела. Алексей Пудюков забросил шайбу. И Алексей Пудюков сравнивает счет. Удалось армейцам использовать численное преимущество 17 секунд. До появления на льду у Василия Токранова оставалось. Перестали дергать Пудюкову, дали ему играть столько, сколько он может. И как он может. И он совсем по-другому сейчас выиграет, чем в начале чемпионата. Когда он не понимал вообще для чего он на поле. Когда там в четвертом звене, ну чуть-чуть поиграешь. И совсем мы видим, что действительно не случайно за этого игрока там постоянно тот же Акбар сборолся, чтобы он играл за них в плей-офф. А вам не кажется, что умышленно вот эту шайбу бросал в город Кенис Паршин с таким расчетом, чтобы она выскочила туда капитал? Это удача. Это удача? Уже совсем надо так здорово знать отскоки по дворце Спорт-СССР. Не до такой степени. Но получилось действительно очень здорово. Выкатился из ворот под этот бросок Петри Веханин. Просто несчастный случай здесь с голкипером Акбарса произошел. Шайба очень неудачно от него отрекраштировала. Прямо легла она 50 сантиметров от линии ворот. И Будюков никем не атакуемый, никем не прикрытый. Быстренько ее ворота переправил. Ну вот, второй раз Алексей Будюков забрасывает за ЦСКА именно ворота казанской команды в рамках континентальной хоккейной линии. Повторюсь. Ну что же, 1-1. Отличное начало второго периода для ЦСКА. Сумели они быстро счет сравнять, что немаловажно. И теперь вперед к новым высотам. Так может прозвучать лозунг Юлиуса Шуплера на второй период. Вот и сейчас подбадривает он игроков своей команды. Сейчас Алексей Яшин такой отдельный. Пахвалу наставнику удостоился. Ну и оживился фанатский сектор. Армейский. Медведев выбрасывает шайбу в зону соперника по диагонали. Вот все равно, не знаю, я почти каждый день разговариваю, но я все равно понять не могу, почему вот это звено тогда, если это на четвертое звено выходит против, тогда пускай оно играет против первых звеней, пускай Буцаев сдерживает. Если мы выходим против четвертого звена Акбарса, допустим, и любой другой команды, то вот Бронин и Буцаев не забросили одной шайкой чемпионате за 45. И на что мы рассчитываем тогда? Что мы заведомо отдаем инициативу, и что это звено у нас уже играет на 0 точек. В чем логика, не понимаю. Опять же, я и говорю, что мы сколько говорим, что ЦСКА это лучшая молодежь. И Гуся вообще сейчас не одевается. Кучер вон уверенно сидит на краю, вон прямо на борту и ждет, когда может быть его выкупят. Это парень, который в этом году просто принес бронзовые медали, это юниорские горные наши. Рекорды все побил. И хотим мы, чтобы они играли потом? Хотим. Ну вот, мы хотим, а кто тут не хочет? Да, у Пронина 1 балл за результативность в этом сезоне. У Буцаева 3 и 42 встречу. Сегодня и тот, и другой паровой. Три передачи, ни одной забросы. Да, да. И при этом худший показатель полезности. Минус 11. У Буцаева минус 14 у Пронина. На другом полюсе Сергей Широков и Николас Персон, у которых по плюс 11. Но здесь, в этой таблице, просто нет конкурентов у Тони Мортонса. Который лидирует с настолько огромным отрывом, что даже просто страшно становится превзгляд на его показатель. Так и сегодня он улучшил свою статистику. Ну, может быть, он ее немножко ухудшил в тех матчах, которые армейцы проиграли. Три, но не сильно, я думаю. Ну, что же, пропущенная шайба, насколько можно судить, пока озлила варсов. Так они как-то позлее сделались, поактивнее пошли вперед. Да, пока Стане не приходится стоять на голове, но, тем не менее, так игра потихонечку-птихонечку к армейским воротам перемещается. Проброс сейчас арбитры зафиксируют, и вбрасывание будет у ворота Ростислава Стане. Очень важно для ЦСКА, что они сравняли счет так, успокоились, потому что я уже говорил, что начали это в обороне, просто неважно, провал за провалом было. Ну, а сейчас достаточно успокоились, я думаю, что первые изменения армейцев, они как минимум не уступают. Ну, а вот сейчас тройка Персуна против Звина и Манина. Широков здесь обозначает свое присутствие, загоняет Медведева за ворота, откуда тот будет начинать атаку своей команды. Здесь не будет проброса, показывают арбитры, армейцы. Выходит из своей зоны. Ну, вот и Кучерев вывел. Это радует. Да, под 86-м номером в Звине с Паршиным и Зубовым. Барбашова, он тут заменил. Барбашов в 4-м Звине появился, вот как раз вышел с Буцаевым и Пронин. Ну, получается, Андронов у нас на лодочку присыл. Ну, да, Андронов. Вот и... Ну, они привезли себе армейцы Шайбу Скачков. Филатов с пятачка угрожал воротом, но опасность прошла стороной. Филатов. Ой-ой-ой, как не точно. И уже Олег Петров включится вперед. Молодец. Филатов исправляет свою ошибку. Ну, тоже запас скорости очень серьезный был. Передача вообще, я не понимаю, что он делал в этой передаче. Обрезал всех своих партнеров. Реклама у нас. 6 минут 1 секунда позади во втором периоде матча между ССК и Акбарсом 1-1. У нас, впрочем, как и в Минске, где Салат Юлаев успел сравнять счет во встрече с минским Динамо. Вот момент, когда едва себе шайбу армейцы не привезли, но Станя исправил эту помарочку, допущенную с заворотами. Хотя здесь, опять же, по-моему, штангу перекладила так. Ну, там уже успел помешать, пошли немножко Скачкову. Опять, несогласованность действий, безусловно, была сейчас. Филатов с Гудюковым и Яшином сейчас у армейцев на льду. Ну, и продолжает казанцы так активно соперника в чужой зоне прессинговать. И приводит это к тому, что мчатся из ССК в контратаку. Удаление на Филатове зарабатывает Корнеев. И вот сейчас отправится он на скамейку штрафников. Юрий Петеререн фиксирует это нарушение. Третий раз в этом матче армейцы получают численное преимущество. И одну шайбу в большинстве как раз в начале второго периода они уже успели забросить. Нет, Терещенко за задержку соперника с Лешкой получает этот штраф. Хотя мы видим, что вот Бадюкову мешал Терещенко. А как раз Филатово там без нарушений правил встречал Корнеев. В первом периоде Бадюков для Терещенко схватил удаление. Теперь поменялись соперники ролями. Забыли кнопочку нажать. Еще раз повтор этого момента. Такое ощущение, что там Терещенко в горячке боя сам не понял. Что это именно его удалили. Ну в принципе обычная борьба. Там он явно же проиграл позицию. Когда там, знаете, ну надо что-то делать, чтобы ликвидировать голевой момент. А он так. Казалось ему боролся нормально с Бадюковым. Но именно вот этот, как бы, момент в игре очень внимательно отслеживают судьи. Когда именно голевой момент и мешает решающий просок нанести. Персон с партнерами на льду ЦСКА. Но пока не удается армейцам за чужую синюю линию забраться. Бодров, Петров, Куляш и Панин. Петров, Кирилл защищались у Казанцев. Сейчас Голубев с Капанином. И Медведев сменился. Панин только пока остается. Он здесь в лавке оставался, пока менялись его партнеры. Да, очень опытный игрок, конечно, Капанин. Так грамотно подкатил, сказалось бы, нейтральной шайбой. Но обманул Широкова и овладел его. Он сейчас шайбы Широков будет предъявлять своих козырей оппонентам. Персон поднимает шайбу на синюю линию. Куськов. Момент часто присутствует в игре, когда шайба идет тебе, ты смотришь уже, куда пас отдать. Может, лед неважный. Или отвлекся просто. Или отвлекся. И как раз отвлекаешься, смотришь, что дальше будет делать. И шайба не туда прилетела, куда-то ожидала. Нет бросков по воротам Веханина в течение первой минуты армейского большинства. Сергеев Паршинова поставляет, получает обратный пас. Вот сейчас есть возможность у армейцев расположиться. Снова Кучеров на льду в большинстве. Закрывает Рясинский зону. Через 18 секунд Барсы будут играть в полном составе. Покатил на пятак зубов. Резко убирал шайбу, но не справился с этим финтом. И упустил ее. Паршин. И ох. Очень жестко Захарчук. С ним горит желанием разобраться с зубов, отомстить за партнера. Но там и корней. Показывает удар в голову. Посмотрим, сколько. Что-то до 2,10. В шнапное время у Акбарса кончился. Так что 5 на 4 будет ЦСКА играть. Да, Палушка показывает. Давайте посмотрим. Да. Нарушение, конечно, было. Но, с другой стороны, Паршин идет к борту. И, в принципе, надо готовиться к тому, что партия будет жестко играть. Здесь еще разница в габаритах между хоккеистами нужно учитывать. Там присел Паршин и в него на полном ходу влетел высокий Захарчук. Ну, нет, там, когда тормозишь, все равно ты там полусогнутые ноги. И если там защитник уже видит, куда ты идешь, то в тебя врезается. Действительно, как вы сказали, разница будет в росте. Она и так серьезная между Захарчуком и Паршиным, а тут очень серьезная. Два плюс десять. В итоге получает защитник Акбарса. Ну и что здесь? Удаление в составе ЦСКА. Пять секунд. Продержались армейцы в большинстве, упустив выгодную возможность еще пару минут своих оппонентов помучить. Ну, где там задерживаться перед плюшкой. Ну, вот, да, попало между щитков, Корнеевых. Ну, удаление сто процентов. Третий такой сегодня в игре с обеих сторон. Как раз их звено выпустили по счету, ведь они в предыдущем отрезке не успели сыграть. Там в звено играла Персона, потом Зубова. И вот сейчас их очередь было, но немного они сыграли. Корнеев-Никулин, Капанин-Морозов, ну и Яшин с Бадюковым. Пару хороффов в армейце. Забыл Бадюков, что играет команда 4 на 4, а не в меньшинстве и проброс идем. А, правда, говорят, запоминается последняя фраза. Запомнил Алексей, что Филатов отправился на скамейку штрафников. Ну и так машинально выбросил шайбу. А тут бах 4 на 4. Снова бросование. Поворот армейцев. Но благо, что такой короткий отрезок получился. И здесь никто устать не успел. Я вообще преклоняюсь перед Гуськовым. Он же практически после игры еле идет. У него очень серьезное повреждение. И вот он играет сквозь боль буквально. Я понимаю, эти матчи просто крайне необходимы для ЦСКА. Саппартаком с Ригой, когда он буквально только на Игорь приходил. В таких матчах с Акбарсом Гуськовым играл бы Курбатов. Но дайте Гуськову подлечиться. Вот Курбатов на лавочке сидит. И тоже, по-моему, на площадке еще сегодня не появлялся. Сам факт, что там же есть ему тот же Аджиганов, точка Демира, играет. Но его даже не привлекает к играм на уминках. Ну и так просто жестко. Основной состав, хотя я говорю, что у резерва ЦСКА может быть лучших в стране. А им голову не дают. Просто поднять, поверить, то, что они могут играть. Более ситуация сейчас не критическая уже в ЦСКА. Тогда очки под арест нужны. Ну, теперь хочется посмотреть, а сколько же действительно матчи подряд мы можем выиграть после того, как 8 проиграли. Там было один из 11-10 паразитов. Да-да-да. 8 подрядов. Так ни шатка, ни валка. Команды репетируют овертайм. Ну вот, хорошо, что с Паршиным все нормально. Удар-то был действительно жесткий. Хотя, конечно, мощи Паршиного, так все говорят. Конечно, легкий на ногу и катается великолепно. Очень такой ловкий, но мощи не хватает. Не выглядит суператлетно. Терещенко. Олега Петрова подключает к этой атаке. Каскад винтов перед Буравчиковым закладывает. Но оторваться ему не удается. Обе команды полных составов у армейцев очень удачно. Тут со скамейки штрафников выскакивает игрок. И Широков нет, не попадает. Не попадает в рамку ворота. Очень удачно Филатов выскочил. И получилось преимущество в атаке. У армейцев 3 в 2. И даже 4 в 2. Но вот отдал передачу на Широков. Посмотрим, что там случилось. Почему она вышла ворота в славу. На ребро встала. Или от клюшки Медведева. Судьи показывают, что Широков сам так высоко бросил. Это мы определяем, потому что Брасов не в средней зоне. Да, арбитры так сразу показали, что именно там будет убрасывание произведено. Ну и на крупном плане. Видели, как Сергей Широков призывал на помощь богоместного меткого броска древнего. 8.56 до конца второго периода. Персон прокатывается за воротами. Уже почти было собирался делать передачу на пятах. Сейчас шайба туда приходит после наброса Пашнина. И смотрите, как опять там вгрызается. Широков. Мы часто вот так говорим, что ну вот, что там человек поехал в Северную Америку. В НХЛ мало сыграл. Ну Широков там. В районе последних игр за два сезона. И ну вот, что там делал. Но вот для него вот то, что он играл в этой американской хоккейной лиге. Он играл в Канаде, как раз. В Виннипеге, Манитобо-Мос. Для него пошло на пользу. Вот он стал намного жестче. Намного более такой вот жесткий наклуб. Не-не-не, он действительно играл в основной клуб, где он был задрафтован. И 8 игр он за Ванкувер пробел. А Фарм в Виннипеге, Манитобо-Мос. Ну вот, в этом сезоне эта команда переехала. Потому что там была... Туда переехала команда национальной хоккейной лиги. Возродился Виннипег Дженс. Корнеев. Ох ты, 2-2. Ой, 2-1. Да, в последний момент там подправил кто-то из игроков от Барса шайбу. И прямо над ловушкой Станя на... Опять в обороне зимнули. Потому что не должен игрок со свободной клюшкой стоять перед вороткой. Посмотрим повтор. Ударная пятерка. Казанцев. Сейчас находилась на льду. Расстроен Станя, который впервые за последние матчи пропускает более одной шайбы. Давайте смотреть, что здесь произошло. А не прямым ли броском Корнеев цель поразил? Давайте посмотрим еще раз. Вот с этой будет камера хорошо видно. Да. Да, прямым. Смотрите. Красот. Почему не увидел Станя момента? Зарипов и Капанин здесь своими перемещениями могли его несколько вести в заблуждение. Первое. И второе. Вот даже с нашего ракурса показалось, что как-то клюнуло шайбу. Да, мне вот тоже так. Именно вот ловушка и надей прямо зашла. Как так можно? Таким образом, 2-1 гости выходят вперед за 7,5 минут до конца второго периода. И вот Константин Корнеев забрасывает вторую шайбу в матчах между ЦСКА и Акбарсом. Но вот впервые делает это за казанскую команду. В сезоне 2009-2010 Корнеев отличился за ЦСКА в одном из двух матчей победном для армейцев за время игр в континентальной хоккейной лиге. Единственном, который армейцы выиграли в основное время, более того, сухую, со счетом 3-0 рекламы у нас. Ну вот, кстати, любопытно, что вот эту шайбу записали сейчас и вовсе насчет Алексея Морозова. Он о чем-то говорил сейчас с арбитрами этой встречи. Морозов голевой передачей в этой атаке. Ой, тут скользнула она даже по ловушке. Вот оно что. Станя ошибся. Он пытался поймать эту шайбу. И вот это ошибся с положением ловушки в пространстве. Да, не похоже до него. Удивительная ошибка. Последних матчах он просто тащил команду. Вот опять же, может и переутомился во время этого. Ну, непростительная ошибка. Тут и нечего скрывать. Это вратарский гол. Надо отдать должность без него. И с ним это два разных целей стали. Веханин дважды спасает свою команду после броска Паршина. Кстати, Василий Токранов появился на льду. Но связано это с тем, что вот как раз 10 минут схлопотал Захарчук. И продолжает он свою десяточку за атаку как раз на Паршина отсиживать. Который вот только что имел возможность вновь сравнять счет в этой встрече. Но не получилось. Казанцы атакуют. И момент у Корнеева еще один. Что-то прижали сейчас армейцы к своим воротам. Абсолютно. Абсолютно не смогли сделать. Там же и проброс был перед рекламой. Целую минуту почти играл звено ЦСКА. И нет. И я потом уже говорил, что плохо все равно. Но нападающий армейцев отрабатывает голову ворону. Некоторые очень слабо играют. Ну вот. Восстановлена справедливость. Ну, в общем, мы и так с вами были уверены в том, что именно Константин Корнеев является автором второй заброшенной шайбы. Ворота армейцев Михаил Морозов подъехал к арбитрам и сказал, что ему чужого не надо. 37-й балл за результативность капитан Казанцев получает. Это его 22-я голевая передача. Ну и Никулин. У него 18-й балл за результативность. Кстати, удивительное дело. В кои-то веке Никулин не является самым результативным защитником своей команды. У него 18 очков по системе гол плюс пас. А самым результативным знаете, кто является? Евгений Медведев. Да, совершенно верно. 4 плюс 17. Ну, отличный сезон Евгений Медведев работает. Две шайбы в равных составах. Одну в большинстве, одну даже в меньшинстве. Защитник Казанцев умудрился забросить. Но при этом, насколько я помню, начинал свою карьеру нападающим. И в этом сезоне, даже в одном из матчей, а то даже и в паре, когда был такой кадровый дефицит у Казанцев, в атаке именно, Евгений Медведев выходил играть нападающим. Ну, ему сказали, ну ты же пробовал играть. Ты же раньше играл. Давай вот нам нужно, чтобы был кто-то. Будешь ты, он сказал, хорошо. Ну, а еще Евгений Медведев, главный диджей в Казанской раздевалке. Сейчас контратака будет. Зарипов. И браво Станя. Реабилитировался за пропущенную шайбу точно. И Морозов выходил. Прочнее его, и сейчас Зарипов. Но опять зевок в обороне. ШСКА мог создать такую убойную комбинацию и две безобразные передачи. В результате получили... В результате убойная комбинация получилась на другие ворота. И хорошо здесь Станя спас своих партнеров. Морозов дождался, пока там ляжет Данис Зарипов на боевой курс. Тут, похоже, просто пространства не хватило Данису. По-моему, сам он шайбу в штангу отправил. Да, не получилось. Не получилось, но с другой стороны Станя же все резко выкинул щиток. И там уже угла не было. Переиграл вот тут вратарь нападающий окно. Соглашусь. Не сумел Данис Зарипов пополнить свой лицевой счет во встречах с ЦСКА. Пять шайб в семи матчах в рамках континентальной хоккейной лиги на его счету. Есть, но вот шестая как-нибудь потом, в другой раз. Иммани отправляет шайбу в зону. Но вот Страка, кстати, в первом периоде был заметен. Пару бросков по воротам Стане произвел, заставив потрудиться своего экс-партнера по Северстале. Во втором периоде Страка практически незаметен. Да, и помните, еще был отрезок в большинстве, когда дважды его очень хорошими передачами партнеры находили в убойных позициях. Но оба раза у Страки броски не получались. И вот с тех пор как-то вот он потерялся немного. Понятно, что требуется время для того, чтобы привыкнуть к новой команде. Кстати, в Северсталь ушел Бергфорс, который в Казани так и не сумел прижиться. И вчера во встрече с Сибирью именно шайба Бергфорса принесла победу череповчанам над новосибирцами. Причем она оказалась вообще единственной. Ну вот и так бывает. Опять же говорили мы о том, что Артемий Панарин отличился в своем первом матче за Акбарс. И вот даже сегодня уже успел отметиться. И действительно очень здорово вот эта тройка Петров-Терещенко-Панарин выглядит. Опять же, сколько игрового времени нет. Такой проблемы, допустим, как в Скау, у Акбарса нет. Там особенно никто не выступает. Что-то меньше играет. В Питере-то это есть вопрос. Поэтому тут тоже Панарин сколько будет играть. С учетом удаления игры в меньшинстве 12-13 минут за игру. Да, в лучшем случае. Мы уже говорили, что при Крикунове Акбар стал играть 4, ну как бы сравнительно ровных звена. Хотелось бы, чтобы ровные были, но все равно первое звено там есть, потому что там играет... Некоторые из них ровнее остальных. Ух ты! Красивые элементы исполнения Барбашова. Барбашова. Ну вот, видите, вот. И опять контратака. 3 в 2, но здесь добегает Буцаев. Ну это было совершенно ясно, что это Пашнисловой прием применяет. И не нравится он Арбитров. Ну не нравится, да. Такое ощущение, что вот Пашнин выходит именно вот побиться, показать, насколько он жесткий зачист. Да, бедром въехал, а Клюшку как высоко поднял. Второе удаление Пашнина за игру. А если так вот просто следующий матч буду комментировать, специально посмотрю, сколько за последние игры. Каждую игру он просто ЦСКА топит. Опять же... На счастье. А что ему скажешь? На счастье удаляется. Вот игроков мотива. Четыре победы держали. Да, нет, а там были игры как раз и Новокузнецк, и Новосибирск, и Хабаровск, где этого счастья не было. Ну что же, Иманин с Кириллом Петровым и Йозахом Стракой. Корнеев и Куляш. Вот такая пара защитников сейчас на льду. Ну, Куляш от Красной. Потому что Захарчук сидит на скамеечке, еще 10 минутный штраф отбывает. Поэтому, как бы, пять защитников вынуждены действовать. Нет, ну, так рано выходит. На краны выходят, но и как раз при игре в большинстве, я думаю, связка Корнеев и Куляш, которая себя великолепно зарекомендовала в ЦСКА. А насчет действий. На Куляш с Панином вообще выходил налет в первом периоде. Бросок, Каптерсон, в меньшинстве 50 секунд. Вот сейчас Панин появился с Куляшом. Да, 50 секунд казанцы откатали в большинстве. Ну вот, был бросок один, створ. Правда, с центра поля. Правда, в исполнении Дениса Куляша, но все равно с центра поля. Это не густо. Появляется Капанин, появляется первая пятерка. Таким образом, Корнеев вот весь этот двухминутный отрезок сыграет. А не Никулин вовсе. Как мы привыкли в матч плей-офф. Морозов. Очень такая тонкая передача. Не дошла шайба до адресата. Никулин подставлена клюшкой. И сейчас вот Станя. Ну, мало чем мог помочь, за исключением одного грамотного выбора позиции. И вот этот выбор позиции его хранил. Капанин подставил клюшку. Шайба ударилась. Встаню. Право голкипер. Мы смотрим, как хорошо двигаются вот такие стакансы при игре большинства. Никто не стоит, никто там на двух ножках не врывается в этот лед. Да, но он сейчас несколько поторопился с этой передачей до низ Зарипов. Так в касании он двигал шайбу в направлении своего капитана. Он там как раз не успел он прибыть в точку сбора. В полном составе армейцы. Последняя минута второго периода у нас уже идет. 43 секунды до конца. Второй-третий матч у нас остается. Бросок Никулина. Капанин подправлял. Ну, внизу как раз очень здорово сан действовал. Щитки расположил какие-то. Вот бросок в центр поля. Шайба так неприятно летела. Бабочка такая получилась. Непредсказуемая траектория. Но он станет справился. Ну, очень легче действовал станет, да. Смотри, исключаем малейший риск из своих действий. Ну, что же, близится к концу второй период. И вот тоже с точки зрения статистики неутешительный прогноз для армейцев в том случае, если не удастся им оставшиеся 30 секунд что-то сравнять. Цифры огласим, наверное, чуть попозже, перед началом третьего периода. Но не сулят они армейцам ничего хорошего. Бонарин не сумел под Будюкова объехать. Петров, Олег Петров там едва соперники не обокрал. Яшин и Пашнин бросает. Так, сходу в касание. Больше на удачу, но тем не менее получился. Бросок в створ вступил в игру. И Тривеханин, а там не жесткий обычно Гуськов уже так под сирену. Кого-то очень недружелюбно приветил. Но он видел, что остается там 3 секунды, 2 секунды до конца, и там бежать смысла нет. Ему досталось, он ударил. Получил удовольствие, видимо, от слова приема. Похоже, там обидели Гуськова чуть до этого, поскольку такой очень недовольный у него вид был после окончания этого игрового эпизода. Наш корреспондент на месте событий, Сергей Горбунов, готов взять очередное экспресс-интервью. Будет готов через несколько секунд сейчас. Наши чудесные микрофонные операторы приведут технику в состояние повышенной боевой готовности. И Сергей Горбунов, вам слово. Алексей Бадюков, форвард ЦСКА. Леш, ну как так получается, что вроде бы команда старается, отыгрывается и такой вот, ну, курьезный, в общем-то, гол пропускает? Всегда так и получается, как говорится. Поэтому, ну, ничего страшного, можно сказать, курьезно, но когда бросаешь по воротам, всегда какая-нибудь залетит. Поэтому ничего удивительного здесь нет. В принципе, у Агварса было много моментов, и в ноль выходили, и достаточно опасные были. И у нас, в принципе, такие тоже голевые атаки получаются. Конечно, качество 2 льда подводит немножко к концовке, но мы стараемся реализовывать. Сейчас, я думаю, в третьем периоде мы постараемся сравнять, поактивнее немножко будем играть. Когда же он уже, наконец, это качество 2 придет в норму, уже столько об этом говорится? Я не знаю, я не занимаюсь этим вопросом. После четырех побед кажется, что немножко ЦСКА подсел психологически, ну, вот, или это не так? Нет, ну, конечно, на одном уровне эмоциональном нельзя провести несколько игр подряд на высоком уровне. Но мы как-то стараемся из себя выкладываемся, выжимаем из себя вот это изнутри эмоции, физические силы. Как бы готовимся специально к таким играм. Мы разговариваем между собой, то, что надо психологически правильно себя готовиться. И я думаю, что постараемся сейчас, вот, надо в концовке прибавить. Надо физически прибавить больше здесь, перебегать просто? Нет, сейчас не надо перебегать, но главное реализовывать моменты, создавать, дорожить шайбы и чаще доставлять ее на пятак. Спасибо. Удачи. Напомним, что, напомним, что сейчас как раз будет перерыв, связанный с матчем всех звезд кандидатальной хоккейной лиги. И вот команды как раз и физически отдохнут, и психологически. Поэтому это сейчас очень важно для всех команд, как будет такая пауза. Алексей Будюков отличился сегодня, отличился сегодня пятый раз в этом сезоне. Набрал 12 балл за результативность, таким образом справил такой маленький снайперский юбилейчик. Ну и что касается матча всех звезд на нашем канале. Да, он будет в субботу, и достаточно длинная программа, и мастер-шоу, и сам матч, это вы все увидите. Всех наших звезд кандидатальной хоккейной лиги. На канале Россия 2. Ну а прямо сейчас на нашем канале яркая и красочная реклама, которая никого не стоит равнодушным. Оставайтесь с нами. Четыре минуты остается до начала третьего периода матча между ЦСКА и Акбарсом. 20-20-16 по-прежнему преимущество гостей по броскам в створ, но не сильно, насколько я могу судить, увеличилось оно по сравнению с первой двадцатиминуткой. Более того, даже, по-моему, на том же уровне оно и осталось. Ну и период ровный абсолютно был. Да, армейцы одну шайбу отыграли. В самом начале второго периода, используя численное преимущество, отличился Бадюков после добивания с близкого расстояния. Ну и затем такой несколько курьезный гол удалось забить казанцам. Бросок от синей линии Константина Корнеева поставил в тупик Ростислава Станю, который краем ловушки задел шайбу и только лишь подправил ее в сетку ворот. Четвертая шайба на счету Константина Корнеева в этом сезоне и в пятый раз отличился Алексей Бадюков. Как раз показывает момент, Роман. Если бы вот этот такой удар, вот как раз Паршину видим, повторно все еще, но если бы вот так задумал, это очень круто было бы. Он сам хотел забить, но не попал в фор ворот. Очень хорошо, что не попал в фор ворот для ТСК. Да, там удачно шайба попала то ли вот в стык борта и заградительного стекла, то ли как-то закругление. И в общем очень удачно действительно шайба буквально упала рядом с воротами казанской команды. И Ростиротный Бадюков ее быстренько отправил к вону значения. Ну а вот момент, второй период на ваших экранах. Быстренько я сейчас напомню вам то, чем и как завершились другие матчи сегодняшнего игрового дня. Автомобилист проиграл с Ка-1-5. Четверские армейцы прервали свою серию из трех поражений. Борис разгромил Атлант 6-1. Трактор неожиданно в целом проиграл на своей площадке Рижскому Динамо 2-3. И эта победа вывела Рижан на седьмое место в турнире на таблице западной конференции. В Минске по ходу второго периода Салават выигрывает у тамошнего Динамо с отсчетом 2-1-1-0. Минчане были впереди. И в 22 часа по московскому времени Лев примет в опороде нефтехимель. Я скажу, вот для Нижнекамска это может быть ключевой матч. Если они его сегодня не выиграют, то, наверное, с надеждами на попадание в плей-офф можно будет распрощаться. Это матч, который не просто эти три очка, которые должны забирать. Не обязаны, а должны, если и хотят бороться, заплываясь. Ну и, собственно, обещанные ужасающие цифры, статистики для армейцев после двух периодов. Дело в том, что 15 раз Акбарс по ходу этого чемпионата оказывался в положении команды, выигрывавшей после 40 минут игры. Все 15 матчей завершились победой Акбарса в основное время. Как любая серия заканчивается. Безусловно. Здесь армейцы могут себя чем утешать? 20 раз они проигрывали после двух периодов. Долгое время они проигрывали. В общем, на данный момент у них 19 поражений, правда, 4 ампулитной серии. Но вот недавно в матче с Рижским Динаво они сумели одержать первую волевую победу, причем добиться ее в основное время. Все когда-то случается в первый раз, ну а далее между первой и второй, как говорится, перерывчик небольшой. Так что если посмотреть на цифры под этим углом зрения, то шанс армейцев спастись просто великолепный. Ну для этого надо, чтобы как и Рижани Акбарс остался втроем против первых игроков ЦСКА, тогда ЦСКА может отыграться. Там они запросили 5 на 3, 5 на 4 и переломили в тот момент игру. Хотя Рига как минимум не хуже играла вот до этого рокового для них поколения. Захарчук так катался сейчас в бульсовой скамейке запасных с надеждой, что вот захлопнется, там скамейчик штрафников забудут, судя о том, что ему еще посиживать свою десятку. Но нет, непреклонны были арбитры. Они зазвали на лавочку у Захарчука, но 5 на 5 игра продолжается, поскольку там дисциплинарный штраф. Персон с Широковым и Паршиным вот в таком составе. Первое армейское звено выглядит в третьем периоде и Пашлин Гуськов, первая пара защитников. У Акбарса никаких изменений нет. Капанин, Морозов, Зарипов и первая пара защитников Никулин Корнеев. Похоже, снова привычно Юлия Шупля в третьем периоде на игру в 3 звена перейдет, несколько еще изменив сочетание этих звеньев. Ну вот, первое для себя отметим. Смотрим, что у нас дальше. Появляется на льду Алексей Будюков, Числава Рясинский, пара защитников. Ну это, думаю, без изменений звено будет целиком пятерка. Будюков, Филатов, Яшин. Здесь так и было в предыдущих двух игровых отрезках. А там вот похоже, что суровый будет Зубов и Кучеров играть. И вот там, вот часто говорят, ну вот сколько владел Шайбе. Вот это был там последний отрезок, когда Кучеров играл во втором периоде. Двумя касаниями голевой момент создал. Выиграл Шайбу у борта. И потом Шайбов попал к нему, в одно касание отдал под бросок. Просто вот это показатель того, насколько можно эффективно действовать. Вообще вот так по манере, по манере играть, вот он Кучеров напоминает очень Владимира Крутова. Конечно, тут величайший игрок. И ну пока сравнивать абсолютно нет. Но вот именно манера игры, то что нет лишних движений, нет там огромного количества финтов. А именно два движения и уже голевой момент или Шайба заброшена. Филатов прокатывается за воротами. И бросок с острейшего угла. Веханин вступает в игру. Шайба взмывает надо льдом. Потерял ее такое впечатление. Голкипер на некоторое время из виду. Но партнеры разрядили обстановку у ворот. Зубов Суровый. И не сменился вот еще здесь. Ну и Кучеров. А да, Кучеров, да. Под 86 номером. Ну и судя по тому, что уже Персон там поднимается на ноги. Действительно в три состава будет сейчас Юдил Шуплер играть. Ошибка перед воротами. Бросок Суровый. Веханин в игре. И далее Панин втыкается в Суровый. Голевой момент создал опять Кучеров. Какая-то просто к тому, что вот настолько этот парень действительно способный. Олег Петров. Делал передачу на Артемия Панарина. Но того опередил защитник. Ошибка. Терещенко. Петров. Вспевает Буравчиков. Выдвинуться. К нападающему казанской команды не позволить произвести бросок. Передача. Нет. На Панарина не проходит. Снова Буравчиков. Буравчиков надежен в обороне. И Панарин здесь прессингует армейцев. Мешая им стремительно улететь в контратаку. И снова первое звено. Терсон и Широков Спаршин. Игра. Высоко подняты глюшкой. Вбрасывание в зоне казанцев будет сейчас произведено. И закончилось. Десяточка у Захарчука. Освобождают его из штрафного бокса. Ну, посмотрим, скажется ли это каким-то образом на игровом времени Василия Токранова, который регулярно после удаления Захарчука на льду во втором периоде появлялся. Паршин ошибается в передаче. Сложно было очень точно сыграть. Там через три клюшки надо было пасов давать. Более вдоль синей линии. И сам по себе опасный пас был. Они перешли ли казанцы на игру в три звена, поскольку снова первая пара защитников с ударной тройкой нападения. Выходят. Не припоминаю я Бодрова с партнерами на площадке в третьем периоде. Ну, там у них таких молодых-то нет. У Акбарса, я думаю, что Бодров один вообще из игроков, который очень здорово действует в таких ситуациях, ну, в меньшинстве или когда надо оборонять. Ну, опять же, не исключено, что будет так точечно нагружать своих подопечных в третьем периоде Владимир Крикунов. Вот взять того же Гусева. Он настолько в меньшинстве сегодня появляется. Голубев? Голубев, да, прошу прощения. Не, просто Гусев вот сидит рядом с нами, бутерброды ест. Вкусные они. Вот и бросок довольно мощный, но Станя справляется. А, ну, куляш бросал. По звуку можно было догадаться. Такой гулким стуком шайба ударилась в щитки колкипера. Страка. Сергеев не сумел навязать борьбу и снова. На этот раз Имманин заряжает и браво Станя ловит он шайбу, срывая свою порцию заслуженных аплодисментов. Здорово, Страка сыграл резкий тормоз и ушел на вираже. И пас под бросок Имманину. Посмотрим, что-то действительно звено Бодрова появится или нет. Следующий уже их отрезок. Терещенко в брасу не выиграл. И Олег Петров со стрейшего угла с лопатой заряжает. Станя, как показалось, не без труда с этим броском справился. Бодюков дает своих партнеров вперед. Филатов применяет против Медведева силовой прием. Вот Захарчук появился. Никаких мертв дисциплинарного воздействия к нему Владимир Крикунов решил не применять. Крикунов сам был жесткий защитник. И сейчас сказать Захарчукову что-то сделал, это не думаю, что было бы правильно. В принципе, так получилось, что сверх грубо сыграл против Паршина. Но это хоккей. Я уже сказал, Паршин там тоже особенно расслабляться не надо было. Банарин набрасывает на пятак и вновь Олег Петров самый активный здесь добирается до шайбы. Пас на синюю подстрелил Захарчук Филатова. Там отмахивался Никита, отмахивался Захарчук. И в итоге оба получили клюшками по лицу такое впечатление. Правда, арбитр сейчас кого-то хочет удалить. Кого? Теряются в догадках хоккеисты и той, и другой команды. Кстати. Так игрока ЦСКА. Похоже, что... Ну вот сейчас Гуськов у Арёна-то и спрашивает. А как же там быть с тем, что и наш парик пострадал? Арбейск пострадал от броска шайбы, которая попала в него. Поэтому тут нарушения не было. Да нет, там сказал, что тоже как раз за лицо держался Филатов. Он бросил все. Давайте посмотрим этот момент. Шайба по нему попала. И вот сейчас, видите, он продолжал играть и попал за Курчуков. Вот. Это Филатов, 20 метров на ССКА. Да. Сергей Барбашов поехал отбывать штраф за Филатову, которому на лавочке сейчас оказывают помощь. И в группу попала шайба. Это крайне неприятно. Прямой бросок. Там как раз на руках не такая уж защитная. Зубов Суровы и Чеслава с Рясинским. Такой выглядит четверка армейцев. У Казанцев первая пятерка. Корнеев. Советских времен же вот эти моменты, что приглашает человека. Тройка наигрывается чуть ли не годами, там несколько, по крайней мере, месяцев. И вот тогда взаимодействие. Действительно очень хорошие мастера. Сейчас, как бы мы больше по канадской манере. Итак, вы играете в большинстве, мы в меньшинстве. Но вот сейчас хороший контратак может получиться. Персон и Широков летит вперед со всех ног. Гуськов не успел. Он успел бросить, но там и защитник тоже сыграл. Успел поставить клюшку, да? Не успел бросить беспрепятственно. Как я сказать, колдуют там врачи армейские над Никитой Филатовым. Но вот всю возможную помощь оказали ему. В матче со Спартаком тоже Филатов получил повреждение. В конце первого периода там небольшое повреждение было. И опять туда же попали. И он второй период пропустил. В третьем вышел, играл. Там заморозки, обезболивающие. Все что угодно сделали. Продолжал играть. Вот сейчас смотрю, Филатов пробует. Можно будет продолжать игру или нет. Все-таки сейчас он действительно все лучше и лучше выглядит. Пока не так, как, конечно, ждали болельщики ЦСКА. Там просто отличные игры, как он начал. Это прошлый год, когда он пришел. Но с другой стороны посмотрим. Егор Козлов так ободряюще доктор армейской команды постучал Никиту по плечу. Он сделал все. Я тебя пластырем замотал. Теперь иди играй. Ободряюще. Он сделал все. От него завище. Но Егор Козлов работал в сборной России. На победном для нее чемпионате мира в Швейцаре, например. Так что и его доля в этом успехе российской сборной присутствует. Ну что, довольно спокойно. Армейцы убивают. Это двухминутное удаление. Такое не совсем однозначное. И ничегошенькие. Нет, нет. Удаление было точное. Действительно, Филатов попал по лицу за Хурчаку. Тут сомнений нет. Опять же, такой философский вопрос. Попал? Нет, попал, безусловно. Даже, по-моему, не совсем понимал, что он делает. Филатов в том эпизоде, поскольку сам в таком состоянии болевого шока находился. Ну, как бы то ни было, две минуты и устания работы-то не было на этом отрезке. Двенадцать с половиной минут до конца третьего периода остается. До один. Казанцы впереди. Вот Панарин сейчас-то. Вошел в зону. Действительно, очень оригинальный игрок. Посмотрим, как он будет развиваться. Таланта действительно у него тоже очень много. Пэрсон в ближний угол перемещается. Веханин. Ну, а Панарин такую неидеальную передачу, мягко говоря, на партнера делал. Шайба полетела верхом. И Медведев не сумел ее поймать на лету. Так по логике, правильно, хороший пас. Но вот по исполнению это подвело немножечко. С другой стороны и принимающий мог бы обработать. Корнеева. Партнер ловит на противоходе. Пытался он до шайбы дотянуться. Не получилось. В итоге клюшка сломалась. А теперь контратака два... Нет, три в два. Два. Гуськов дорабатывает, но не хватает этого и Никулин. Великолепен. И сейчас можем что угодно говорить. Сейчас повтор будет. Если нам издалека покажут, непонятно, почему Парсон пропускал эту шайбу. Широков отдавал ему. И он что, там думал, что еще защитник один? Ну, нельзя там все равно так рисковать. Как-то буднично так. Сбегали Барсы в контратаку. И Илья Никулин расчетливейшим кистевым броском не оставил никаких шансов над пленом в стане. Метнул он в верхний угол. И Алексей Морозов. 38 балл за результативность зарабатывает. Вот у человека есть кистевой бросок. Сильный и точный. Да, просто уложил шайбу в верхний угол ворот. Илья Никулин. Это его седьмой гол в сезоне. Но вот не лидирует он в списке бомбардиров. Ну, я думаю, что он начнется плей-офф. И когда он опять будет там по 20. По полчаса. По полчаса. Ну, вот забросил он больше всех среди своих коллег по амплуа. Я имею в виду в составе казанской команды. Семь. Четыре. Вы, Евгений Медведев, его ближайшего преследователя. Но из нападающих подобной результативностью в составе Акбарса может Терещенко похвастаться. У него, у Алексея, также семь заброшенных шайб. Так что все здесь серьезно. И всего на один гол больше у Нико Капы. Филатов появился на поле. Болевой шок, видимо. А значит, Егор Козлов свое дело крепко знает. Подлатал. Армейского форварда. 3-1. Казанцы впереди. Ну и задача армейцев невероятно сложной становится. Тем более, они играют с Акбарс. Зубов ходит в зону. Буквально продирается он сквозь строй соперников и бросает. В итоге Веханин с помощью партнеров разряжает обстановку у своих ворот. Давненько там уже вбегает лампочка, сигнализирующая о рекламной паузе. Но вот была заброшена шайба. И по регламенту перенеслась у нас реклама. Нужно было посмотреть повтор. И вот, пожалуйста, опять Кучеров буквально двумя движениями укращает непростую шайбу. И бросок по воротам производит. Не сдаются. Армейцы продолжают так очень активно руководить действиями своих подопечных Юлиус Шуплер. Со стороны посмотришь так. На дирижера иногда Пан Шуплер становится похож. Ну, да, такой творческий тренер. И на скамейке достаточно активно и артистично ведется. Даже странно, почему на белой лошади не въезжает на скамейку. Тем более, что тотемное животное как-никак. Зарипов. Ой-ой-ой, что тут. Рисуют казанцы. Штанга. Ну, здесь уже в хорошем смысле слова хулиганство. Четыре передачи. И там, начиная со второй уже могли. Мастера на поле вышли. Действительно. И потом сыгранные мастера. И Капанин уже сколько сезонов играет вместе с ними. И уже Корнеев полностью адаптировался. А Никулин-то это в этом звене уже. Такой абсолютный ветеран, можно сказать. Да, шикарную комбинацию разыгрывали сейчас казанцы. Смотреть бы в повторе. Может быть, покажут нам после рекламы. 8 минут 35 секунд до конца третьего периода в матче между ЦСКА и Агварсом. 3-1. Барсы впереди. Леонид Кулин, автор третьей заброшенной шайбы. И вот как это было. Показывают нам, как отличился Илья. Ну и после этого еще одна шикарная атака была в исполнении ударной пятерки Агварса. Но тогда Зарипов угодил в штангу. Ну а в Минске разошелся Салават Юлаев. Прям лютую тухимцы. 5-1 к этому моменту. Они впереди. Ну и вот Сергей Наильевич. Поднимем сейчас вам настроение. Первую шайбу в сезоне. Сергей Гимаев младший забросит. За первую шайбу за Уфу вообще. Ну там проблема Салават Юлаева с защитниками. И вот Финна, которую взяли, получил серьезное повреждение. Неизвестно, когда будет играть. И сейчас там определенный дефицит защитников. Сергей Гимаев джуниора играет теперь много будет. Медведев. Получает шайбу. От Скачкова обратно. Не получается здесь у Казанцев выход в атаку. Армейцы в средней зоне прессингуют соперника. Суровый шайбу добывает. Сергеев вбрасывает ее к чужим воротам. Но здесь уже, естественно, будут игру упрощать армейцы. Тут уже не до икивоков. Нужно идти вперед. Нужно пытаться отыграться. Но вместо этого... Я по вороне забывать нельзя. Это Медведев пальнул. Бросок у Евгения Медведева очень хороший. Да, сейчас Таня это выручил. Но после, по-моему, отбил. Но в перекладину попало шайбу. Это вот сейчас Акбар сыграет так, как он тут должен. Ведь по началу сезона, опять же, критика была в адрес Крикунова. Что, ну... Команда по-другому играет. Справедливости ради отметим, там, ну, очень тяжело привыкали друг к другу наставник и команда. Ну, конечно, стиль поменять приходилось. И многим игрокам... Многое пришлось поменять, честно. Но, с другой стороны, руководители Акбарса верили в Крикунова. И вообще, сейчас, ну, Акбар действительно производит очень мощные впечатления. Ну, тем более, еще и усиление постоянно происходило в составе. К тому, что лидеры на Востоке многолетние, они не форсировали. И там по разным причинам. И Слават Юлаев, и вот Магитогорск, и Акбарс, они не так здорово стартовали. Но, опять же, самое главное достоинство, что они знают, что все определяется в сезоне по результатам плей-офф. Сыграл хорошо, все хорошо. Сыграл плохо ОРГ-выводы. Это вот разговор как раз по ЦСКА. Ну, вот есть ситуация, опять, ну, уже там очень прочно армейцы попадают в плей-офф. Но я же сказал уже, травмированные игроки. Если я вот раз с ним разговаривал, они... Ну, им надо давать сейчас лечиться, а не заставлять играть. Ну, а практически, ну, не заставляют, но вынуждают выходить на поле. Пускай опыт приобретает. И потом в плей-офф там не вылечится, и играть он не будет. И вот сейчас сидят там тот же Курбатов на скамейке. Ну, и его поставят в решающих матчах. И что? Широков. Нет, не удалось ему здесь... Да, нарушение чистой составы. Лечь на боевой курс. Ну, не ушел, не надо там в строке на чисто русском языке говорить, что я здесь ни при чем. Да вот и ни при чем. Но человек, который ты менял, еще не успел выйти за пределы поля. Ну, строк это с балушкой вряд ли на чистом русском языке. А он Лайсман уже говорил. А, в этом смысле. Ну, и с другой стороны, опять же, в Череповце, я думаю, было у него много возможностей... Много времени, да. ...русский язык выучить. В свое время я очень удивлялся, что один из игроков мини-футбольной команды великолепно совершенно говорил на русском языке, хотя, в общем, пробыл в России к тому моменту год. И в ответ на мое удивление мне сказали, а что ты хочешь? Он прошлый сезон провел в Югорске. И с ним там никто не цацкался. И никакого переводчика не приглашали специально для него? Нет. Ну, Шуплер отлично говорит по-русски. Выброшена шайба. Серия рикошетов. И в итоге прилетела она на армейскую скамейку запасных. Там Егор Козлов, опять же, чудеса реакции продемонстрировал. Но Буравчиков не увернулся, ему как раз шайбок попал в защищенное место. Кверсон, Широков, Паршин, Сергеев и Гуськов. Паразащитников у ЦСКА на площадке. Да, и чьи другие? Три звена играют в третьем Грюде. Да, это просто у Крикунова это как бы воспитательные мерки. Там неважно выглядело. Иди садись. Да и Веханен выручает сейчас. Ещё 50 секунд. Будут армейцы иметь численное преимущество. Гуськов поменял клюшку. Не слишком оказался удовлетворён он стрелковыми качествами предыдущего. Оружие Голубев на льду Акбарса в меньшинстве. Тоже с одной стороны вот в таком режиме времени игрового получает он немного. Но с другой стороны какой опыт приобретает. Во-первых. И во-вторых ну даёт возможность отдыхать опять же кому-то из опытных мастеров казанской команды. К действиям в меньшинстве вообще нет никаких вопросов. Басок под Паршину. Армейцы возрождают интригу. Паршин забрасывает шайбу. Его второй раз в этом матче. ЦСКА использует численное преимущество. Поймал сейчас Петри Веханина. У Дениса Паршина это восьмая шайба в сезоне. И 16-й нет. 17-й балл за результативность 1-1 у него сегодня. Именно после его броска добил шайбу Волота. Давайте посмотрим что там произошло. Ну я думаю что такого спокойствия у Веханина нет. Как при Белединове. И не случайно там Костутин был приглашен и сделал Акбарс многое чтобы он перед плей-офф там появился. Хотя конечно Костутин говорит что не собирался в Акбарс. Ну я так не совсем в это верю конечно. собирался. Другой вопрос если бы Спартак там бился его бы не отпустили. А так решили что ну пускай парень поиграет плей-офф. Ну а другое дело если бы собирался то щитки бы подготовил хотя бы просто зеленые. Для тех кто опоздал к началу нашей трансляции беседовал наш корреспондент Сергей Горбунов перед игрой с Иваном Костутином спрашивая почему даже нет заявки на сегодняшнюю игру Ивана Иван сказал что не готова форма. Но имелись ввиду наверное все таки щитки поскольку у Ивана такие ярко выраженные красно-белые щитки были там эмблема Спартака вот и этот обмен который все таки можно считать при взгляде со стороны скоротечным просто не оставлял времени для подготовки Сергей Наильевич говорил о том что можно было бы заклеить все эти ромники и гладиатора но там действительно такое произведение искусства настоящее и поэтому вполне возможно не лукавил Иван говоря о том что по этой причине не выходит он на матч с другой стороны опять же есть у него возможность спокойно потренироваться с партнерами ох какой момент и Зубов едва не сравнивает счет ну и во-вторых здесь такой момент который да может заставить Веханина несколько нервничать прекрасно Крикунов знаком с возможностями Ивана Косутина в прошлом году шумели они вместе в плей-офф в нефтехимике так что вот с этой точки зрения конечно я и не скрываю это то что Косутина просил конкретно Крикунов потому что он знает что необходим в плей-офф а с одним вратарем ну сложно сложно играть может быть все удачно но может быть и понадобится замена а для этого нужен опытный вратарь опыт это в плей-офф важнейший фактор но с учетом того что в плей-офф казанцам по 50 раз за игру будут бросать только во встрече с 5-ю овертаймами Терещенко мчится в атаку держит паузу забывает бросить сейчас Панарин теряет шайбу из виду но и станет до нее добраться не может всех тут запутал Алексей Терещенко и продолжается атака казанцев Олег Петров бросок с острого угла подставляет плюшку пошли и шайба покидает пределы площадки 2 минуты 19 секунд до конца основного времени этого матча 3-2 минимальное преимущество Акбарса в первом матче между этими соперниками армейцы не реализовали ни одну из своих пяти попыток в большинстве сегодня отличились дважды ну я думаю что они над этим не думаю я знаю что много работают и тем более так уже достаточно стабильные звенья стараются вот именно на большинство делать Шуплер и удача на их стороне была конечно выход может быть 2 в 1 Бадюков проходит эта подкидка и не попадает как же так бросал в одно касание ворота пустые заведи туда делай что угодно это да Филатов конечно обязан был исполнять Будюков супер пас возврат назад сделал ну и думаю что Никита уже был уверен что его забивает и вновь Никита Филатов идет вперед может быть вот этот удар проблема повреждения которое он получил в третьем периоде шайба попала ему в руку сыграла свою роль продолжается атака армейцев Фрясинский принимает шайбу на себя Иманин однако продолжается это атака москвичей Станя начинает сигнализировать скамейки о замене Шуплер показывает спокойно пусть поближе подойдут минута и 5 секунд армейцы закатываются в свою зону меняя постепенно состав и наверное вот сейчас Станя да Станя бросается на скамейку запасных своей команды одновременно с этим взмывшую гонку он сейчас набросил Веханина не ловить не мог и не дал возможности ему отдать давайте смотрим повтор момента подкидка Филатова возвращает шайбу Бадюков и как как она не попала в ворота удивительно ну справедливости ради скажем что да там шайба прыгала в штангу а не только не заставлял его бросать да ну остановись и хоть как забивай да скорость была серьезная и инерция была уносила за ворота но он один из самых ловких игроков Филат это же не деревянный какой ну это к разговору когда-то везет когда-то не везет куча матчей ЦСКА проиграл когда ему не везло матчи кое-какие выиграл когда немножко везло так что Фортуна не всегда на твоей стороне Фортуна не всегда слепа как Фемида как-то так 52 секунды шестером армейцы пусты их ворота имманин на точке вбрасывания у Казанцев и Терещенко есть еще на случай если попросят его не удается выход из-за блокирует огромная фортуна отлетая с победой прерывают не всегда но при этом довольно часто выигрывали со счетом 3-2 но там все-таки большая часть просто в одну шайбу нет-нет именно 3-2 кстати счет тоже такой весьма популярный итак вспоминаем как развивались события в этой встрече на второй минуте матча счет открыл Олег Петров Алексей Будюков сравнял его в начале второго периода в этот момент армейцы играли в большинстве затем Константин Корнеев вновь еще во втором периоде вывел свою команду вперед 2-1 в третьем периоде Илья Никулин вот как раз этот момент на ваших экранах казалось затушил костер интриги 3-1 однако Денис Паршин вернул свою команду в игру отличившись менее чем за 5 минут до конца третьего периода подарив надежду армейцы старались концовки но выиграть не сумели и Сергей Горбунов наш корреспондент готов взять интервью после матча Сергей вам слово Алексей Яшин форвард московских армейцев Алексей ну вот в общем-то команда играла неплохо почему первый и второй период так неоднозначно сложился а третий команда здорово давила но все-таки почему третий период нельзя было играть вот так как первый и второй как всю игру нельзя было так играть как третий период с одной стороны соперник очень сильный тоже поэтому он нам не давал играть как мы хотим в первых двух периодах очень строго играли и на контратаках забили пару голов и потом немножко преимущество перешло к нам и давили и к сожалению не смогли но в третьем периоде играли как могли играть всю игру команда играет эпизодами чувствуется почему ровно не может играть команда весь матч игра на игру не приходится поэтому любая команда хотела бы играть ровно на очень высоком уровне не всегда это получается но ребята все стараются и отдаются силы поэтому надеюсь что от игры к игре будем прибавлять и боремся за место плей-офф и надеюсь что мы туда попадем о своей личной форме сейчас тоже скажете как бы набрали форму уже или нет и о своих партнерах по тройке стараюсь помогать ребятам Никита и Леха и Бальков здорово как бы ну взаимодействуем пока не так может быть ярко в плане результативности но стараемся и создаем моменты и надеюсь что это все придет сложный выезд предстоит там три игры будет непростой как сложится он для вас и как команда в какой форме подойдет для нас каждая игра очень важна потому что мы боремся за плей-офф за место в плей-офф и поэтому здесь нужно играть в плей-офф и все игры а там посмотрим сейчас же можно сказать что ЦСКА уже скорее всего на 80% но по крайней мере многие специалисты говорят что попал в плей-офф ну опять это нужно играть до конца потому что здесь всякое бывает и не допустить того чтобы другим командам занять наше место это главная задача поэтому нужно готовиться и играть как нужно лучше спасибо Алексей Яшин форвард московских армейцев ну что Алексей все правильно сказал и в принципе ЦСКА действительно сейчас готовится к плей-оффу но и выезд действительно тяжелый очки надо набирать и форму некоторым игрокам надо набирать и тому же Алексея все время прибавлять потому что они очень рассчитывают что к плей-оффу он будет действительно в полном порядке такой выдающийся мастер у меня нет сомнений что он будет там хорошо ну что же после сегодняшнего игрового дня произошла рокировка в конце зоны плей-офф на западе Рижане вышли на седьмую строчку обыграв в основное время Челябинский трактор 3-2 на очко они сейчас армейцев опережают 60 очков и игра в запасе 59 у ЦСКА Барсы одержали девятую в этом сезоне победу в гостях у них кстати до сих пор отрицательный баланс выездных матчей и отрицательная разница заброшенных пропущенных шайб в матчах на выезде но зато одержали десятую победу в 16 матчах с командами западной конференции у армейцев было абсолютное равенство перед сегодняшним днем и вот сегодня это равновесие нарушено 10-11 у них во встречах с командами Востока и на этом все для вас работали режиссер трансляции Денис Шулинин корреспондент Сергей Горбунов редактор Георгий Куренков и комментаторы Сергей Гимаев Роман Скворцов до новых встреч на нашем канале в континентальной хоккейной лиге теперь на матче всех звезд в субботу в Риге